Я не хотел себя связывать со стройкой, вообще ни за что в жизни, потому что, ну, во-первых, не престижно, что такое стройка, во-вторых, постоянно... Ты коснулся, я увидел, что денег заработал. Проблемы. Суперфильтр. Ну да. 30 тысяч рублей. За 30 тысяч рублей ты должен пахать месяц. Но в целом успех это, во-первых... Ох, хороший будет у нас подкаст, я чувствую. Всем привет. Люди, дело, подкаст у нас сегодня. Виталий. Здорово. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Беларусь, Белоус. У меня, короче, всегда, просто когда я вижу твой аккаунт, у меня знаешь, что происходит? Есть Белоус, и я такой, Беларусь. Я несколько не знаю Беларусь. Когда мы с тобой познакомились, это было... Мы в Германию вместе ездили, мы с тобой познакомились. И у меня не бьется фамилия Беларусь с твоим видом. Человек работает в Краснодаре. Кто не знает, ссылочки в описании. И, на мой взгляд, очень грамотно подходит к делу. Сейчас первый у меня вопрос. И у нас, кстати, не вопрос-ответ. У нас сообщение с тобой. Камеру не обязательно смотреть. Я вначале посмотрел, типа поздоровался. Как обычно, Рубин много говорить будет. Но надеюсь, сегодня буду много слушать. Чем ты занимаешься? Ремонт. Ремонт, условно, вот такой клише есть в премиальном сегменте. То есть я сам для себя выбрал это направление. Отфильтровал его, скажем так, для того, чтобы заниматься только тем, что мне нравится и так, как мне нравится. Потому что все, что, скажем так, ниже по уровню... Премиальный сегмент, это что такое? Вот мне тоже всегда интересно услышать. То есть мнение людей всегда разное. Ну, для меня, на самом деле, есть несколько критерий. Вот у тебя премиальная тачка. Ее легко классифицировать, да? Если взять там 4-5 машин. То есть мы, вот все это, это премиум точно, 100 пудов. А как о ремонте? В ремонте критериев, наверное, нету каких-то прямо прописанных. Я скажу свое мнение. Вообще, в целом, наверное, я скажу такой момент, что сегодня все, что я буду говорить, это сугубо мое мнение, которое исходит из моего опыта, из моего мировоззрения, скажем так, какой-то философии, которую я пытаюсь занести. И есть несколько критерий. То есть, во-первых, обязательно наличие дизайн-проекта. Это первое условие, самое важное. Не может быть хороший ремонт в высоком сегменте без дизайн-проекта. Это первое. Второй момент – это насыщенные инженерные решения. Это то же самое. То есть может быть дорогая плитка, может быть дорогая краска. Но если нет определенных инженерных решений, такие как вентиляция, канальное кондиционирование, ну, то есть их много может быть, то я считаю, что это уже не, условно, не премиалка. Это второй момент. Это премиальное решение. Третий момент – это когда заказчик говорит, я хочу хорошо. То есть и все. То есть у него больше не возникает вопрос, каким материалом мы будем работать. То есть он нанимает тебя как профессионала и говорит, что вот я хочу хорошо, и я тебе доверяю. То есть вот для меня вот эти три основные критерия при выборе и оценке моего будущего объекта, скажем так. Если какой-то из этих критериев не соответствует, если его нету, то работать либо неинтересно, ну, может быть такое, что инженерные решения там слабенькие, да, такое часто бывает. Но если заказчик, например, пытается лезть в какую-то строительную часть, то это 100% уже не мой заказчик. Я считаю, что, ну, назвать его заказчиком в премиальном сегменте очень тяжело. Вот, вот, я сейчас услышал, а у меня прям масло. То есть как я считаю, что если человек лезет вот туда, куда ему не нужно, это еще не премиум. Это все, ну, как бы, это точно не оно. Вот точно не оно. Прям хорошо ты сформулировал, мне понравилось. Ты давно занимаешься? Не, ты просто говорил, как есть. Это вот очень хорошо. Ну, вообще, в целом, если мы говорим, когда я пришел в отрасль или когда я вот уже осознанно понял, что нужно… Ну, ты коснулся каким-то образом. Какой был твой путь, кстати? Мне просто, мне очень интересно, когда ты коснулся стройки и понял, это твое. Сейчас у тебя статус, кстати, какой? Ну, наверное, руководитель компании. Руководитель компании, отлично. Скорее всего. Ну, да. То есть, как таковой, то есть… Сейчас мы к этому дойдем, мы к этому дойдем. Когда коснулся? История, сейчас расскажу, история, когда ты был ребенком и смотрел на 30-летних дядь и думал, что какие-нибудь взрослые мужики. А сейчас, то есть, ты сам 30-летний, но у тебя все равно вот это вот осознание того, что ты себя не ассоциируешь с теми взрослыми дядьками. То есть, ты как бы остался в душе пацаном. И вот история про компанию, то есть, на самом деле, все ресурсы, те решения, тот сервис, который мы даем, он уже соизмерен с какой-то хорошей компанией, но внутренне, то есть, я еще себя таковым не могу считать. Два человека, если у вас уже компания. Да, конечно. Мыслить нужно именно так, то есть, начинать все внутренние... Корпорация. Да, да, уже корпорация, все, то есть, как бы. Так, ну, по поводу того, как пришел, там, на самом деле, есть два ключевых момента. Первое, это вообще в целом, как я попал около строительной сферы. После школы я хотел поступить в военное училище, в летное. По-моему, оно находится в Ейске, в Краснодарском крае. Меня не взяли по недовесу. То есть, у меня был жесткий недовес. То есть, я сейчас, как бы, стройный парень, а тогда, то есть, метр девяносто, пятьдесят семь килограмм. То есть, мне там минимум еще тринадцать килограмм надо было набирать. Да, и я прямо себе цель поставил, что пойду в тренажерный зал, буду набирать, в следующем году обязательно поступлю. Понятно, не поступил. И в зал не пошел. В зал пошел, даже инструктором был по фитнесу, там, в районном спортзале. Но, когда пошел в зал, то есть, нужны были какие-то финансы. Потому что школу закончил, никуда еще не поступил. И вот этот вот промежуток вакуумный, да, который нужно было заполнить финансами. То есть, уже, как бы, и возраст такой, что у родителей не будешь просить. Да, я в целом никогда этим не занимался. Меня устроили в столярку. В столярку, я помню, у меня была зарплата 50 рублей в день. И где-то, ну, меня взяли подсобником, там, уборку делать, еще какую-то. Это год какой был? Это сейчас, скажу, это 2004 год. Да. Третий-четвертый, примерно так. Сникерс рублей семь. Ну, да, типа того, да. Я помню, что первую свою зарплату я себе купил Моторолу С180, по-моему, называл, с антенкой. Меня еще мой друг развел. Купил ее за 300, меня продал подешевле за 500. Но я ему это припомнил потом. И где-то месяца через два, то есть, я пришел вообще зеленым, вообще никакие месяца через два. А чем сейчас твой друг занимается, поизвини. Он айтишник. Он айтишник, он молодец, на самом деле. Я его потом в Краснодар привез, мы хорошо общаемся. Я просто думал, что они будут в магазин, короче. И месяца через два, то есть, мне уже стали доверять какие-то вещи. То есть, я стал подмастерьем, потом стал мастером, потом пошел на установки. И в конечном итоге... А столярка была, это корпусная мебель? Нет, это столярка, двери и окна деревянные. Прямо вот дерево-дерево. То есть, своя сушилка была и так далее. Ну, а потом наступило 18 лет, меня забрали в армию. То есть, там ни о каком училище, ни о чем уже речи быть не могло. Отслужил два года. Вернулся в Краснодар, на свою историческую родину. И, то есть, стал вопрос о выборе профессии. То есть, первое, куда я позвонил, было агентство недвижимости. Агент по недвижимости. Я еще думаю, что, как это звучит вообще гордо. Пришел в офис, там один день отработал, понял, что это какая-то вообще шарашкина контора и срулил оттуда. И потом устроился, в общем, продавать косметику. То есть, история была такая, что тебе давали там чемодан косметики. Ты рассказываешь мой путевшок. Давай. Чемодан косметики и, то есть, и отпускали тебя просто в поле. Это, в смысле, вот все истории. Сейчас будет еще несколько, да? Они все длились неделю, короче, да? Ну, или там месяц, да? Это полгода, это вот это полгода было. А, полгода. Да. В столярке я проработал около года. Я уволился за то, что, как я посчитал, мне недостойно платили. То есть, мне не захотели поднимать оплату. И я просто ушел. Ну, ушел в армию, получается. Агентство по недвижимости, это было там буквально... Охранник агентства по недвижимости, это было там два дня. По поводу косметики, это где-то полгода продолжалось. Ты ходил? Да, я прямо ходил. У меня прямо были хорошие результаты. Меня хотели сделать руководителем офиса. Но меня испортила эта рутина. Я вообще такой человек, что когда у меня, скажем, что-то получается, и если нету дальнейшего развития, то есть, у меня происходит конкретно стагнация, то есть, у меня опускаются руки, там, депрессняк жесткий, я превращаюсь в рутину. То есть, если нету какого-то, вот, если я эмоционально не вижу каких-то перспектив для себя. И у меня там через полгода опустились руки, в общем, результаты упали. Мне это стало неинтересно. Конечно, в итоге меня уволили. Уволили, сам ушел, я уже там не помню. Ну, в общем, мы разорвали взаимоотношения, и в Краснодар вернулся, не вернулся, а приехал мой друг, товарищ с армией, с кем мы служили вместе. Он мне позвонил, я, говорит, еду в Краснодар на заработки, можно у тебя переконтоваться? Я говорю, да, конечно, без проблем. Приехал, я говорю, а что, как? Он говорит, да вот, там, настройку. Я говорю, а что, умеешь? Не, не умею. Ну, мы техкарты к нам почитали. Объявление раньше как было, берешь газету, то есть и начинаешь прозванивать просто в жестком таком формате. То есть там сто отказов, один там вроде согласился, поехал, понял, что это что-то не то, там на 13 этаж руками гипс-картон таскать. И вот так вот где-то 2-3 недели я помыкался, они работали, и он мне сказал, да пойдем с нами. И я для себя это рассматривал как какую-то… А он был в статусе подсобника? Он был в статусе мастера. А, мастера. Он мастера договариваться. А, мастера договариваться. Да, то есть там какая история, то есть, алло, да, у вас там объем по гипс-картону, да, что умеете? Все умеем, а ламинат умеем, хотя, ну, по сути, ничего не делаешь. То есть походу уже там едешь в маршрутке с правилом, там, с шуруповертом, тогда еще телефоны, вот это было, Эдж или как там, интернет еле-еле открывался, ты сидишь, читаешь там какую-то информацию, как что делать. И, то есть, приезжаешь уже по факту, то есть, втыкаешь в процесс, что и как. Но он мог договориться. То есть он очень уверенно говорил, даже если ничего не знает, то есть сейчас у него дела очень хорошо идет, он пошел в общестрой, большие подряды берет. Ну, и в целом, то есть у него все хорошо в жизни. То есть я пошел чуть в другом направлении, в частный сектор, а он пошел в общестрой. И, то есть он мне предложил, и я подумал, что это вообще временная история, вот прям вообще временная. То есть, ну, я чисто два месяца, я не хотел себя связывать со стройкой, вообще ни за что в жизни, потому что, ну, во-первых, не престижно, что такое стройка. Во-вторых, постоянно... Ты коснулся, я увидел, что денег заработал. Проблемы. Нет, у меня, знаешь, у меня мать с отцом развелись, и она меня забрала в деревню, на свою родину, на Урал. И это вот прямо деревня-деревня, вот вообще. То есть там калидор, там чай отстыл, там и так далее. То есть вот вообще, то есть образование там ноль. То есть там доярка, пастух, там один камазист и две машины старых москвичей на всю деревню. Ну, и, то есть доступа к информации вообще никакого не было. То есть проявить себя тоже возможности не было. Можно вопрос? Да. Даже я просто вот у меня... Ты сейчас рассказываешь, мне бьется просто офигеть. Знаешь, что со мной произошло? Я пришел на стройку, и знаешь, что я увидел? Я увидел дом, в котором есть биде, унитазы, все такое. И я такой, нихрена себе так люди живут. Ах, и я попал в другой социальный слой, прикинь. Потому что я был оттуда, откуда и ты. То есть прям, ну, вообще просто. И ты такой бах, и ты такой думаешь, блин, у тебя было такое? Да. Ты чувствовал, что ты попал в другой социальный слой? Да, но я не сразу попал в этот слой. То есть у меня... Не, я тоже, я был пособником-подсобником. Я просто зашел случайно на объект. То есть как бы, ну, и понял, что... А потом я делал всякие офисы, всякую там шляпу такую, что просто, ну... Да, я вообще в целом, когда переехал в Краснодар, то есть увидел, что туалет может быть не на улице. Да, да. Для меня это был шок какой-то, да, то, что в ванну у тебя дома, ты можешь купаться каждый день там, без проблем там, воду не греть в тазик и так далее. Почему меня это зацепило? То есть у меня, ну, у меня склад туман, я не гуманитарий, я технарь. И какие-то вещи, особенно у меня первые работы были с гипсокартоном связаны. То есть меня взяли подсобником, якобы по двух мастеров. И у меня хватало времени, то есть обеспечить им работу, то есть нарезать профиля, нарезать сложные фигуры по гипсокартону, еще там сидеть, там заниматься своими делами. И когда процесс пошел, то есть было чувство понимания собственной значимости в своих же глазах. То есть ты понимал, что я могу офигеть. Ты мою историю рассказываешь просто, ты прям мою историю рассказываешь. Здесь момент такой, что вот это меня и оставило, это и зацепило. То есть я смог реализоваться здесь. То есть парень из деревни вообще там, условно там, без какой-либо базы знаний, просто своим умом, своим трудом, своим рвением может там реализоваться, чего-то добиваться. То есть его могут хвалить за то, что он делает, да, это может нравиться кому-то, еще при этом платить. И в целом я окунулся вот в коммерцию, чистую коммерцию, государственные объекты платили очень мало, кидали через раз. То есть там истории очень жесткие были поначалу. И был момент, что вот на распутье я стоял, то есть я для себя ставил выбор. Мне было где-то 21. Я думал, так, мне святывать свою жизнь со стройкой дальше. То есть ты уже задумывался. Да. Или что-то делать там иное. И на объекте у нас тогда строили под Олимпиаду гостиницы. Приехали парни, это, наверное, был год 2009-2010, который на вахту уезжал на Дальний Восток, на рыбный завод. И он там рассказывал таких чудес, чудесных, что там за сезон они там зарабатывают по 500-600 тысяч, а на тот момент 40-50 тысяч, это прямо очень хорошо считалось у нас. И я думал, блин, наверное, поеду туда. Все, со стройкой завязываю, поеду на вахту, на Дальний Восток, ну, во Владивосток. Где-то седьмой-восьмой год. Это девятый примерно. Уже девятый. Да, это девятый год примерно. И мы работали на гостинице, один этаж делали, вчетвером, а внизу работала бригада грузин, прямо грузины-грузины, которые приехали сюда на заработки. И я познакомился с одним из них, молодой парень был, кайфарик конкретный, ну, было интересно вообще, то есть культура другая, общение интересное, то есть он за страну рассказывал. И в какой-то момент он мне говорит, Виталик, у меня, типа, друг, друг детства, он в Москве в компании работает, которая сотрудничает с Роскосмосом. И они взяли большие подряды в Байконуре, в Казахстане. Поедешь? И я недолго думаю, да, поеду. Просто у меня вообще, то есть вопрос закрылся, он еще рассказал, что там, ну, то есть я этого человека, ну, условно, видел там раз в неделю в течение двух месяцев. Потом он сказал, что у него какой-то друг детства. То есть я с этим другом созвонился, узнал, что, как. Он говорит, мы тебе билеты оплатим, я говорю, все, еду. А один боюсь ехать, ну, все равно там чужая страна, незнакомые люди. Ну, я стал уговаривать вот этого своего друга, у которого сейчас все хорошо, с кем я начинал. Поехали со мной, он говорит, да нет, зачем чужая страна, чужой город, непонятно куда, здесь вроде все получается. В общем, он остался здесь, а я взял... Ты даже не представляешь, то есть я, знаете, что я, короче, знаешь, что я точно знаю? Да, я здесь общаюсь с огромным количеством людей, не только здесь, а в принципе. И я знаю, я уже могу психотип человека выделить, короче, который, ну, который чего-то добивается, какое у него было начало, какие были касания. Я прям, вот прям психотип, вот прям это психотип людей, потому что я уезжал с чуваками, которых я практически не знаю вообще. Просто тупо я понимал, что то, что я делаю сейчас, нужно менять. Вот просто интуитивно, я что-то не понимаю, то сейчас я понимаю, в Москву я ехал осознанно, уже осознанно. То есть, грубо говоря, я менял просто город, вот, я понимал, что я делаю. А, ну, когда, типа, 20 лет, 19, 21, ты еще не понимаешь. Вот те решения, да, они такие происходят, интуитивные, без какой-то действительно осознанности, там, и опыта нет. В общем, приехал ты. Да, я туда приехал, я зацепил друга, своего друга. Там был, скажем так, один момент, который смог его заинтересовать в Казахстане. И, в общем, он со мной поехал. И в течение буквально полугода меня до уровня начальника участка там поставили. То есть, я сначала себя проявил на каких-то объектах, праб, который меня туда позвал. То есть, я стал по компетенции выше его. Был директор, который приезжал, мне стали доверять самые ответственные объекты. Как правило, это были, ну, не правительственные, как это называется, квартиры для руководителей, которые приезжают на командировки. И там делались ремонт. То есть, какие-то холлы, фойе, ну, самые ответственные места, то есть, доверяли нашей бригаде, кто был со мной. Ты пришел в статусе, ну, грубо говоря, просто обычного рабочего. И очень быстро ты, я всегда это говорю, я говорю, пошлите меня на любую стройку. Вот ничего, заберите у меня все нахер, что есть, если в случае чего. Не дайте доползти просто куда-нибудь до стройки в любом статусе. Неважно, в любом статусе. Ты в любом случае, если ты шаришь, тебя заметят. Ну, однозначно. То есть, даже если ты попадешься к чуваку, который, грубо говоря, поймешь, что ты шаришь и не захочешь, чтобы он уходил, все равно это произойдет. Ну, ты невозможно удержать. Вот это развитие невозможно удержать. Ну, да. Еще интересный момент, что здесь не было какой-то компетенции, каких-то профессиональных знаний именно, которые бы помогали. Было просто желание, планирование, прогнозирование, вникание в проблему, вовлеченность в процесс. И это, на самом деле, очень сильно помогает. Потому что навыки, они все, ну, приобретаются. А если человек не вовлечен в процесс, если у него нет интереса, если у него в целом, как бы, характер не стратегический, скажем так. Смотри, я нанимаю, я сейчас занимаюсь там несколькими проектами и в команду, знаешь, кого я нанимаю? Людей, у которых определенный склад ума. Не столько навыки, навыки, ну, типа, они сделаются. А вот если человек сам по себе, ну, такой, то есть, который нам подходит по вайпу, он научится. А если даже суперпрофессионал приходит к нам в команду, и мы понимаем, что он профессионал, ну, как-то так, он не впишется. Да, коллектив. Ну, зачем? Все. То есть, вот здесь точка. То есть, научиться можно, приобрести привычки, но невозможно. То есть, мы рабы там своих привычек. Да, да. Вообще, более того, наши привычки влияют на наше окружение. Согласен, согласен. Ну, в любом случае, человек всегда ищет себе подобных. Да. То есть, это по умолчанию. И, как правило, все привычки, весь характер, склад, это все, как говорится, детские комплексы, детские проблемы. Поэтому, ну, у меня, допустим, есть… Когда вот все прошел этап, потом, я думаю, что был этап лет 10, ты там просто вкалывал. Нет, ну, это не 10 лет, это же было уже, сейчас скажу, 10-й, 13-й год. А сейчас, получается, вот ты работаешь, я вижу, у тебя дескриптор такой, знаешь, по-бм-овски, он написан, кто не понимает, это вот в инстаграме, там прямо у тебя написано «ремонт квартир», что-то там «краснодар». Ну, прям четко, то есть, вот понимаешь, ты заходишь, ты сразу понимаешь, вот ко мне ты заходишь, ну, там плохо понимаешь, чем ты занимаешься. Ну, я об этом не задумался, я просто написал все. Нет, 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 это очень четкая история. То есть, ты заходишь, и ты четко понимаешь, что за страница «краснодар», «ремонт квартир», там, ну, что-то… сейчас я тебе даже скажу. Вот, заходя в твой инстаграм, я смотрю твои сторисы, кстати, но заходя в инстаграм, у тебя четко понятно «строительство, ремонт, Краснодар», все. То есть, строительство, ремонт, я уже понимаю, куда я попал, все, потом дальше я вижу «комплексный ремонт», все, «дорожная карта ремонта», «мастера Краснодара», короче, дальше. Ты заходишь, и тут уже все понятно, тут, когда ты, когда мы листаем дальше, мы заходим, мы видим уже обзор, и мы понимаем, что ты показываешь свое лицо, не просто какая-то компания там в Краснодаре, или там где-то в Москве, мы там делаем супер топ, и у них она обезличена, ты не обезличен, у тебя написано гордо, написано «Виталий Беларус», прям самое первое, то есть, люди понимают, что ты работаешь на авторитет, вот. То есть, все, дальше, понятно, там, религиозная история, я понимаю, что ты мусульманин, как бы, понимаешь, я сразу вижу, я вижу, что ты говоришь на камеру, и то есть, все, у меня автоматически в базе сразу уважение. То есть, ну, грубо говоря, я еще ничего не видел, ну, просто вот, как я размышляю, так же размышляет клиент, поэтому я уверен, что, ну, у тебя работает Инстаграм более-менее, и это же пришло, что работает. Работает, ты просто не понимаешь. Знаешь, что такое Инстаграм? Удержание клиента, непривлечение. В моем случае, да. Твой Инстаграм – это крутое удержание клиента, он где-то цепляется, потом он заходит, бах, и все, этого достаточно, поэтому работает. Мы часто думаем, что мы создадим Инстаграм, сделаем его, наполним, и он нам будет генерить заказы, но не так это, не работает это так. Ну, такой цели не было. Да. То есть, цель была именно как портфолио, именно его держать клиент. То есть, когда первое знакомство, ты его еще потом бам, в ссылочку кинул уже. И вот сейчас я, ну, прям смотрю, интересно. А что сейчас? Вот ты прошел этот этап, вот сейчас ты говоришь, у нас компания. Сейчас, сейчас все хорошо, сейчас все идет так, как идет. Я понимаю, что рост как бы еще есть, но рост у меня сейчас идет уже не в количестве, а в качестве, в процессе оптимизации работ, повышая эффективность и так далее. В среднем сколько проектов идет? Я для себя взял такую золотую цифру, которая мне нравится. Это 10-12 объектов в год. А. Да, сдавать в год. И параллельно, то есть идет, ну, на данный момент где-то 2,5 тысяч квадратов, это один из объектов. Ну, да, то есть, есть большой дом какой-нибудь там или что-то еще там, это самое. Средняя площадь квартир, получается, 150. А, потому что в этом сегменте других не бывает. Да, да, самая большая 250 квадратов, сам большой дом под 500. Вот и получается вот. А, то есть ты высчитал, у тебя сейчас в ремонте 2,5 тысячи квадратов? Да. А, вот так, ты вот так посчитал, прикольно. Я считаю все в квадратных метрах. Я недавно ездил, так, расскажу историю, в Ростов, встречался с местными, скажем так, руководителями компаний, мне было интересно. И вот прям цель была такая, поехать туда, попросил Давида, нашего общего знакомого. Я говорю, найди ребят, которые, ну, на твой взгляд, скажем так, крутые. В плане организации работы вообще, привлечения клиентов и так далее. И один там рассказывал, что у него под 40 объектов, другой рассказывал, что под 20, но в целом квадратура у нас была одна. Но при этом тот человек, у которого было под 40 объектов, у него административный ресурс, 11 человек, которых нужно кормить, за этим нужно за всем следить и так далее. И для меня очень важен еще трафик. То есть каким образом приходит человеку трафик, как он его удерживает. У всех одна и та же история, это трафик через дизайнера. У меня, ну, как тебе сказать, для меня, ну, не то чтобы профессионализм человека падает, да, мне он становится менее интересен, если он не может привлечь клиента по-другому. То есть они нашли самый простой путь привлечения клиента. И, ну, все прекрасно знают, как он работает этот путь. И не очень он работает. Он тебя потом съест. И он тебя потом съест. И для меня уже ценность как бы человека теряется. То есть мне уже дальше с ним неинтересно. Я понимаю, что, в принципе, я от него ничего не возьму. Да, глубины нет. Я понимаю, да, глубины нет. А у тебя основной трафик? Основной трафик это сарафан. Естественно. Если в этом сегменте по-другому не попасть, я уже говорил. Я об этом говорил. У меня очень часто сарафан от коллег. Даже от... Да, да, да. Я не могу взять. Возьми, пожалуйста. Потому что это не моя тема, короче. Это у меня как-то приходит. То есть либо от... И у меня вообще мой инстаграм не привлекает клиентов вообще. То есть, ну, от слова... У меня только мастера смотрят все. Весь контент я делаю для мастеров. И я очень много себе... Вот мы создали там Rubim Group. И типа я что-то там три поста сделал. И такой думаю, нахер мне это надо. Ну, короче, я это сделаю. И когда мы выйдем, когда я решу все-таки, короче, делать нормально... Как объяснить? Не то, что нормально, а вот именно масштабировать, что ли, как это назвать. Тогда я, короче, сделаю совершенно по-другому. Осознанно. Вот. Так вот, мой инстаграм вообще не видит клиента. Абсолютно. Это частная история. У меня только, да, у меня только исключительный сарафан. Причем я переехал в Москву. У меня было также в Ростове. То есть, я занимался потолками, картоном, короче, и с армянинами в ресторанах. Короче, это моя типа тема вообще. Трушев знает. Когда в Трушево первый объект был, большой ресторан, он мне позвонил, я ему просил слово, слово, что нужно сделать. Он сделал, говорит, идеально, короче, вот просто. Потому что прям аддон, ну, прям от пласт, вот один и тот же, даже такая же мебель в номерах была. Сегмент, да, сегмент один и тот же. Вот. Поэтому я убежден, что в премиальном сегменте работает исключительно сарафан. Я переехал в Москву, и у меня все просто повторилось. Вообще. Ноль рекламы. Ну, у меня есть пара объектов через инсту, причем я не совсем понимаю, как они сработали, но люди как бы сказали, что мы нашли вас через инстаграм. А ты узнавай обязательно, всегда, то есть ты должен прям знать. Они сказали, что через инстаграм, просто искали, искали, искали. Путь клиента очень важен. То есть, как ты даже бизнесмен, в первую очередь, теперь уже точно, я думаю, да, то есть, как бы, ты просто мастер, который из мастера вырос бизнесмен, и мы сейчас про это поговорим, у тебя интересная история. То есть, ты мне очень интересно, знаешь, как кто, как портрет клиента, как портрет человека, портрет клиента, да, вот мы там собираемся делать определенные вещи. И, то есть, я могу тебя рассеять как своего клиента по определенным направлениям, и у тебя есть определенный путь, и вот ты мне его рассказываешь, и я такой, ну, просто идеально, просто идеально. Вот прям, я опросный лист хочу сделать, короче, вот как это было, как ты шел. И то же самое, как у тебя идет клиент, вот я всегда узнаю, как, откуда, что пришло, то есть, и еще более того, во время взаимодействия в определенном сегменте, опять же, ты, взаимодействуя с людьми, прекрасно понимаешь, что они тебе приведут к клиентам. Ну, сто процентов, не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра, но это случится сто процентов, вот. У тебя много было проектов, где-то, из которых ты ушел? Один-единственный, это, это на самом деле был… Понимаете, что сегмент, сейчас, извини, извини, я просто хочу, чтобы люди поняли, сегмент, это такая штука, она не просто так, туда попадают определенного типа люди, определенного склада ума. Вижу машину, на которой написано, элитный ремонт, или что-то такое, десятка там ржавая была, я помню, да, 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 элитный ремонт, а у меня было профессиональный гипсокартон, или что-то такое написано было, но не суть. Я сделал сториз, в котором я написал, этого не может быть. Ну, то есть, такой человек не может взять, вот ты приехал, Ешка, у тебя все дела, клево, все, ну, все, ты оттуда, это понятно, у тебя есть билет туда. Кстати, почему ты купил именно Ешку? Почему ты купил Мерседес, а не БМВ? Это Трушев написал. Это вопрос Трушева, я его читал просто, и, короче, эти самые, да, Мерседес или БМВ. Ну, не подвернулся БМВ хорошая. Не подвернулся БМВ хорошая, я понял. Так вот, и, короче, невозможно попасть в сегмент, если у тебя нет определенного пропуска. И этот пропуск не только там автомобиль, что-то еще, это отражение нас, это отражение мышления, ну, на мой взгляд. И когда ты попадаешь туда, всегда не просто, я с кем не общался, а вот есть чуваки, которые гораздо больше оборотов, чем я делаю, они гораздо круче, они прям много, но они работают в другом сегменте, и у них другой склад ума, абсолютно. И они не попадут в тот сегмент, как бы они ни хотели. Они много денег делают в другом сегменте, но в тот они не попадут. Ну, они в свой путь, да. Да, да, просто не сработаются. И что теперь, у тебя сейчас сколько людей работает? Ну, в общем… Ну, как у тебя с тобой, да, у тебя компаньон есть? У меня есть, да, моя правая рука. Я, человек, который очень много перекрывает у меня вопросов в плане именно организационных, там, логистики и так далее. На мне общение с заказчиками, привлечение, скажем так, ну, трафик, да, понятно, трафик заказчиков и привлечение новых людей в команду. То есть, потому что я считаю, что команда это… ну, без команды я никто. И каким бы я ни был крутым организатором, там, как бы я далеко не планировал, если не будет команды, с которой ты можешь реализовать это, это бесполезно вообще. Для меня поэтому очень важный упор, то есть я дорожу людьми, с кем я работаю, и пытаюсь, не то, чтобы пытаюсь, хочу, чтобы они также дорожили отношением и взаимоотношением со мной. Ну, и плюс, чтобы у нас были какие-то общие моменты. То есть очень важно, то есть, хоть и говорят, хороший человек, это не профессия, но каждый в понимании хорошего человека вкладывает в свое какое-то видение. Но у меня есть определенные критерии, да, которые для меня важны. Ну, ты заметил, что у нас сегодня происходило? Ты чуть-чуть буквально окунулся, но ты, я думаю, много чего увидел. Да, да. Не только здесь, а еще и вот в других местах, ну, короче, вот это вот, оно прям чувствуется, понимаешь, когда вот так ты как бы строишь команду, да, неважно, там это будет стройка, это будет, не знаю, IT, это будет что-то еще. На мозге тут прям вот так и нужно делать. Да, ну, есть костяк, есть там ствол дерева, и ты дальше просто его пытаешься уже дополнить. Важнее, управленцы или линейные сотрудники? Линейные сотрудники тебе будет это опять. Мне просто интересно, да, мне все равно. Ну, пускай мне за линейные сотрудники, ребята, это без обид сейчас. Тебе прилетит. Я уже, да мне пофиг, я классифицировал просто. То есть, вот есть хороший плиточник, хороший, то есть, я хороший, там, не знаю, картончик, да, грубо говоря, а есть дальше. То есть, и когда, если мы, я считаю, что лицо компании, это, естественно, линейный сотрудник, естественно, линейный сотрудник, потому что именно их больше всего. Но есть еще управленцы, и без управленцев, ну, нельзя, не бывает, ну, не бывает. Я понял вопрос, я скажу так, что можно быть очень крутым специалистом, очень крутым специалистом, но если ты не можешь распланировать свой день, оптимизировать свою работу, то, или общаться с заказчиком, это очень частая проблема, что как мастер очень хороший, но как только стоит, там, заговорить с кем-то, то это все. То есть, человек теряется, и вообще, как будто он и не профессионал, и первый день на стройке. Поэтому, ну, одно без другого быть не может, на самом деле, я в этом убежден. И здесь очень важно найти именно ту команду, которая разделяет твои какие-то взгляды, то есть, твою философию ремонта. У меня, то есть, они, как бы, сформулированы для себя, и я, когда с людьми общаюсь, то есть, у меня идет, там, процесс притирки, и я могу, там, приехать, познакомиться. Ну, мне чуть попроще, потому что есть сообщество Мастера Краснодара, которое в свое время, то есть, пять лет нам было, организовали, и, то есть, мы часто встречаемся. Ты нажал в WhatsApp группу, сделал в WhatsApp группу. Да, ровно пять лет. Ты нажал на кнопку. Да. Причем, это была история такая, ты помнишь же, ну, она и сейчас есть, группа отделка. Ну, конечно. Через которую, наверное, все прошли, то есть, вот, 12, 13, 14 год, когда, ну, туда, там все были. То есть, и ты, и Серега Кодалов, когда он только-только начинал там что-то делать, и Шайтер Андрюха, ну, еще, вот, никто еще не был никем. Один из Земсков только был Леха. Ну, как это получилось? Ну, да ладно. Кто кнопку называл, а кто говорил, куда нажать? В чем именно? В отделке. Мы сейчас, ты про ВК говоришь, да? Я примерно, я историю-то примерно знаю, я не про то, кто там что придумал, я именно про комьюнити строительство. Да, да, да. Там, как ни крути, лично для меня, это первое такое сообщество значимое, которое на меня повлияло очень сильно. Да. Потому что я нашел там людей, таких же по духу, как и я, которые хотят развиваться, которым интересно, то есть, они пытаются, ну, у них пытливость ума какая-то есть, да, то есть, они вопросы задают, ты этот вопрос читаешь, там, какую-то информацию себе берешь, сам вопрос создаешь. И в этом плане там очень большой плюс, что генерировалась информация, и очень быстро человек мог получить ответ на свой вопрос. Просто сумасшедшая тема была, сумасшедшая просто. На тот момент такого не было, были какие-то там типа форум-хаус. Все это вообще просто рядом не стояло. Проблема была одна, то, что тебе могли дать ответ, который неприменим в твоей местности. Да. То есть, тебе могли посоветовать материал, которого у тебя нет, тебе могли посоветовать инструмент, которого у тебя нет, тебе могли посоветовать решение, которое неприменимо твоему климату. Да. И я стал оттуда с этой отделки, то есть вычленять парней из Краснодара. То есть где-то там, ну где-то я конкретно, можно поискать даже в переписке, кто из Краснодара, давайте ознакомиться. Человека 3-4 я нашел. И был у нас самый первый, тогда еще Семин только-только зашел на рынок. Только-только зашел. И один из первых, то есть уже прошел форум в Пятигорске, по-моему, второй. И после второго форума в Пятигорске Семин сделал форум в Краснодаре. Именно по своей тематике, по теме Семина. И я просто взял, то есть в какой-то момент подошел к Антону Беляеву, да, по-моему? Да. Попросил слово. Никого не знаю, то есть меня никто не знает. Потому что ты лидер, понимаешь? Попросил слово, говорю, парни, вот есть такая идея. Говорю, нужно вот сообщество создать. А до этого я еще советовался с пацанами, с кем общаюсь. То есть один из тех, с кем общался, Давид был. И я говорю, Давид, вот такая вот история. Я говорю, вот хочу там группу. 99% из тех, с кем я говорил, то есть это не зайдет. Это не получится. Конечно, естественно. Потому что люди воспринимают себя. Ну, на самом деле так и было, даже у меня в самом начале, что мы воспринимали друг друга, как вот хищники на одной территории. То есть ты думаешь, там, хоть бы у него там гипсокартон сломался, хоть бы у него там шуруповерт. Я когда первое видео сделал в Ростове, я тебе говорю, мне чуть не... Особенно, когда я сделал видео про стяжку и штукатурку, мне чуть не навтыкали. Мне прям звонили, говорят, ты что охренел? Ты зачем все рассказываешь? Ты же сам без работы, ты что охренел? Это вот просто реально. Я уже говорил, я на полном серьезе видел, как эти чуваки ко мне на марафон приехали на 99-й. Прикинь. Я в Ростове делал марафон, я их позвал бесплатно. Говорит, они, наверное, единственные, кто пришли, потому что бесплатно. Просто еще прикинь, какая тема была. Мы делали вот этот вот пробег, марафон, помнишь, да? И, короче, я в Ростове, я смотрю, знакомых лиц нет только из тех, кого я прям позвал. Три года назад было? Три города. Три города. Четыре города было. Четыре было. Питер, Москва, Ростов, Сочи. Сочи тоже было. Да, да, Сочи прям вообще то было. В Сочи второй раз люди билеты покупали, чтобы приехали. Потому что это было уже другое мероприятие. Но это было вообще, это было. Так вот, я поднимаю, говорю, руки, а кто из Ростова? И прикинь, 200 человек в зале. 200, понимаешь? Не 2, 200 человек в зале. И такие, знаешь, такие, ту-ду-ду-ду-ду-ду, ни одной руки. Я такой, ну, знаешь, вот кого я, Александр, кого я позвал, того я. Я такой, я, короче, я в шотов, я не понимаю, как, в смысле? Мы сделали продукт сумасшедший. Мы вложили в него просто жить. Приехала целая куча чуваков из разных городов. Из местных не было ни одного. И я даже расстроил, я офигел. И знаешь, что потом произошло? Мне такой чувак скидывает сообщение, говорит, Рувим, на родине нет пророков. Ну, типа, чуваки, которые… Ну, они воспринимают тебя, да? Они мне, типа, ну, что там может нам Рувим рассказать, понимаешь? Прикинь. Это, это самый главный бич вообще любой, на самом деле, деятельности. А чувак, который пришел на второй день, я его сам послал, я прям вызвонил, говорит, ты приходи обязательно. Он приехал в Сочи. И он в Сочи берет микрофон и говорит, я так затупил, что я не был на первом дне. Я, короче, купил и приехал, короче, в Сочи, чтобы, короче, потому что я понял, что я ошибся. Для меня это было прям таким, прям вот, знаешь, тебе рассказывай, у меня мурашки. Потому что действительно продукт был охеренный. Но мы не смогли про него рассказать. Это, ну, как бы, я просто понял, что, короче, надо будет делать все в Москве, плевать, я хотел. Вот, коммунала тот приедет. Коммунала тот приедет, да? Возвращаясь к истории создания сообщества, то есть я просто посоветовался с ребятами. Мне сказали, что, скорее всего, ничего не получится. Пару человек сказали, ну да, попробуем. И я просто пошел, взял микрофон, сказал, есть такая идея, если кто хочет, давайте сделаем местный чат, будем просто общаться. Наверное, подошло человек 25 или 27 человек. То есть я прямо просто сел за столом, положил листок и сказал, вот, каждый, кто хочет, запишите свои данные, я вас добавлю потом в чат. Понятно, что потом человек 15 удалился, там вообще история создания сообщества, она такая очень… Ну, Краснодар, сложно, я понимаю. Да, то есть там были разные этапы, но опять же, в целом, сообщество, понятно, что инициатива была, но это опять же все благодаря какой-то команде, каким-то людям, которым было это интересно и благодаря кому все это произошло. Ну, я уже говорил об этом, мы либо присоединяемся в сообщество, либо создаем свое, все, других не дано, ты либо свое создаешь в сообщество, либо присоединяешься к кому-то. Ты не можешь быть без сообщества, любой человек, даже врачи, психологи, неважно кто, они создают сообщество. И, кстати, строительное сообщество, на мой взгляд, одно из самых сильных, вот День строителя этого года прямо для меня показал. Вот я просто понял, я в принципе знал это. Ну, короче, вот тут… На мой взгляд, это самое сильное… Слышал от тебя, да, этот тезис, но с ним можно и не согласиться, потому что… Да, я не согласен, знаешь, почему? Вот смотри, какая штука, мы знаем друг по другу все, несмотря на то, что… Вот просто сейчас пойми, о каком количестве людей ты знаешь, про которые ты не должен был знать никогда, и вы даже никогда не увидите, и в принципе тебе, короче, ну, но ты этих людей знаешь почему-то. Почему ты заходишь и смотришь? Ну, все очень легко, потому что ты интересуешься теми людьми, которые работают в твоем направлении, лидерами мнений какими-то, то есть… Ну, не только лидерами мнений, даже обычных пацанов, обычных ребят, ну, то есть у которых там… Ну, я не скажу, что прям много знаю. Ну, много, насколько ты человек подписан? Мне просто интересно. У меня было в подписках человек 15. Ты удалил всех, я тоже, мне такое было. 150 человек, ну, у меня 200. Я никогда не подписывался. Сейчас у меня там история, что мы пытаемся сделать обучающий курс для дизайнеров, и мне сказали, что тебе нужно на них подписаться, то есть это важно, ты должен за ними следить, смотреть их болевые точки, там, вопросы. И, ну, это напряжено чуть-чуть, конечно, но в целом имеет место быть. Ну, я тоже, я отписывался, у меня был такой момент, что я отписывался, вот. Потом что-то это, а потом решил дать пофигу вообще, вот. Просто надо захожу. А какое ты, думаешь, сильнее сообщество, чем строители? Я думаю, что любое профессиональное сообщество, оно сильное. Просто, ну, если бы ты… Хотя я не встречал, я просто, я понял, видимо, я не… Вот смотри, я сюда приехал, то есть у друзей остановился, они врачи. Да. То есть у них очень сильное сообщество. Они молодые врачи, те люди, которые развиваются, им там по 30 лет, по 35. Они обучаются, у них есть группа постоянно, у них взаимопомощь какая-то есть, они тоже очень крутые. Айтишники, у них тоже свое сообщество. То есть ты просто из-за того, что ты не крутишься в этой сфере, ты про них мало что знаешь. Мне кажется, что да. Ты знаешь про тех, ну, кто ходит в круг твоих интересов. Ну, я вот вижу просто какие-то мероприятия, которые делают, допустим, чуваки-автолюбители. Их два. Ну, их два, понимаешь? Их два. То есть, ну, я вот знаю, как они. Рейсинг, что-то там, и Формула-1, и, может быть, есть что-то там еще, какие-то маленькие региональные автозвуки. Ну, это хобби. Подожди, это сообщество любителей автомобилей, ни хрена себе. Да, ну, это все равно интерес. Это как бы сопутствующий интерес к твоей жизни. И люди... Ладно, хорошо, окей. А давай возьмем каких-нибудь там юристов или кого-то еще. Или поваров, например. Вот почему, я не вижу, наверное, у них есть тоже такое. Давай так, строительная сфера в России, она очень молодая. В зародыши, да, согласен. Она очень молодая. Согласен. Когда человек молодой, то есть он в себя впитывает все как губка. Ему все интересно. То есть и у нас нету как бы центра ресурсов каких-то, откуда ты можешь прийти и все взять. Ну, там какая-то база знаний, школы и так далее. У учителей... Любое... Вот именно любое сообщество нанизано на какие-то знания. То есть не бывает сообществ, которые просто, знаешь, типа клуб 500. Что, ты думаешь, клуб 500, там просто собралось 500 предпринимателей и все? Нет. Там есть постоянные какие-то обучения, что-то еще. И когда это пропадает, люди расходятся. Почему? То есть не получается. То есть любое большое, сильное, твердое сообщество всегда все равно нанизано на какой-то скелет, короче... На идеи. Да. На какой-то скелет обучения, идеи, чего-то еще. То есть постоянно... Я считаю, что все должно быть на идеи. Если идеи нету, если нету четко сформулированной цели, которая объединяет, то любое сообщество распадется. Особенно, если это все выстроено на деньгах. Сто процентов. Вообще сто процентов. То есть тупо только про бабки, все, нафиг, до свидания. Поэтому у строителей есть идея. То есть у нас... Ну, тут, как сказать тебе, есть история того, что... Как это, может быть, даже не парадоксально звучит, но строители, в какой-то степени, они вот... Лидеры строительного рынка, в какой-то степени они, может быть, больны нарциссизмом. Потому что... Что вообще? Я хожу к психологу с этим запросом. Потому что желание показать себя, показать себя в лучшем виде, это и проблема, с одной стороны, что это прямо рынок портит, то есть взаимоотношения с заказчиком, ну, то есть там куча подводных... Ну, Форжа тут сидел и говорит, перфекционизм – это болезнь, которую нужно лечить. Это комплекс. Это комплекс, прямо это комплекс неполноценности для меня. То есть человек, который пытается сделать все идеально, это закомплексованный человек. Да. Закрытый в себе человек, зажатый в себе человек, как правило. То есть не всегда, но, на мой взгляд, по наимноблюдениям это очень часто. Представь, я, короче, приехал на один, опять же, из мероприятий, одно из там десятков, да, грубо говоря, в нашей стране разных мероприятий. И я вижу чувака, который, знаешь, так открывает так фургон, ну, я думал, я больной к инструменту, но именно мы себя считаем больным человеком к инструменту. И у меня, типа, дофига чего есть, ну, в смысле, очень много. И я, это было лет, наверное, шесть назад, а может быть даже семь, а может даже больше, ну, плюс-минус. И он открывает инструмент из Питера, чувак, занимается банями, там, разная штука. И я такой, я так, знаешь, и он мне такой, вот это то у нас, вот это то, вот это то, то, и он мне показывает кучу инструментов, просто вот огромное количество. А потом я узнаю, что он работает один. И я такой, и у меня сразу, знаешь, я такой понимаю, вот он перфекционист до мозга костей, он сам там вот эти досточки все делает, то, сё, и как бы всё. То есть вот здесь точка, он, причем, он гораздо старше меня был, и есть, надеюсь, вот, что все у него хорошо. Ну, короче, вот, представь. Но он обречен на одиночество. Обречен на одиночество, просто обречен, потому что он никого не пустит к себе. Он максимум кого возьмет под мастерие, когда не сможет там носить, я не знаю, то есть, ну, как бы. И это косяк большой, я таких много знаю. Ну, с другой стороны, не все же должны. Не все, я не говорю, это нормально, это прям круто, что. Тут вопрос именно цели, мотивации, почему человек так делает. Мне просто даже неинтересно одному. То есть когда у тебя, у меня вопрос всегда такой, если от тебя это не требует, зачем ты это делаешь? То есть, ну, для чего ты себе усложняешь жизнь? Вот я не понимаю. Когда от тебя этого не требуют? То есть здесь, то есть тебе больше, ну, либо ты чувство собственной значимости пытаешься как-то доказать кому-то что-то, что ты там стоишь этих денег, либо, ну, это вот, как я говорю, это от комплекса неполноценности. Когда у человека вот внутренние проблемы есть, и он пытается всем доказать. Можно прям лечить, можно прям лечить эту тему серьезно, мастеров. Ну, то есть тут без обид к мастерам, да, то есть идеальный результат имеет место быть, но когда человек прям вот занимается задротством, это плохо. Если вы такой, то пересмотрите это отношение к себе. Я согласен. Это никому не нужно. Я тоже хочу без имен, но вот есть у нас недавно появился, новая личность появилась в инфополе. И вот, короче, все, уголки четко, по этому самому, то, сё. Но прикинь, как в чем проблема? Глубоких знаний нет, но типа есть перфекционизм. И это же такая проблема на самом деле. Прикинь, как он себя мучает, мучает всех вокруг и еще и перегревает аудиторию. Жутко. Просто потом мне скидывают фотки, типа вот так. Что вот так? Трубы ПНД, короче, в этом самом, под потолком. Что? Да. Ну, типа, что? Ну, заложник своего образа. И потом из этого очень тяжело выйти. Очень тяжело. А ты же все равно монетизировать это особо. Даже не в бабках. Дело в... Вот это вот, как это, моральное состояние. Ты попадаешь в определенное моральное состояние, и потом тебе кажется, что все вот просто вот. Оно же усугубляется тем, что когда ты видишь, что кто-то делает не так идеально, как ты, ты начинаешь говорить, что они там уже порокие, они там плохие. То есть ты пытаешься себя выделить из толпы. Ну, это большая-большая на самом деле психологическая проблема, с которой нужно бороться и прорабатывать. Слушай, ты вот сейчас, ты планируешь масштабировать или нет? Или сейчас ты вот... Нет, я не хочу масштабироваться. Супер. У меня вопрос стоял по поводу масштабирования. Я думал, каким образом это сделать. То есть я хотел еще одно направление, скажем так, условно-экономного сегмента. Но я понял, что овчинка не стоит выделки. То есть очень много времени это будет занимать. Но по, как сказать, по выходу это будет не больше, чем вот я, то, чем я сейчас занимаюсь. Единственное, что я пытаюсь сейчас сделать и уже делаю, это строительство. То есть я просто хочу давать продукт, я даю сейчас продукт под ключ от дизайн-проекта, да, условно. А я хочу делать именно с нуля, от фундамента. Ты работаешь с дизайнерами или прям вот открыл свой направл? Нет, я не работаю с дизайнерами и у меня… Нет, секундочку. Я имею в виду дизайн под ключ что такое? От дизайна. То есть не с дизайном в том числе, а вот когда тебе дают дизайн… А, от дизайна. Все, да, поняли. Потому что я понял по-другому. Я неправильно сформулировал. То есть есть дизайн-проект и от дизайна… Я работаю от дизайна. Все, супер. От дизайна под ключ. Идеально, да. Мы так же делаем. У меня было… Только техническую часть мы делаем. То есть у меня есть ребята, которые… Техническую часть мы делаем. Была идея масштабироваться, то есть взять там себе часть дизайна, то есть чтобы на своих объектах делать направление дизайна. Но как Серега Козлов. Я понял, что это не моя история вообще. И вот вторая история – это именно строительство дома. Серега Козлов самый свободный человек, из нас, кого я знаю. Я не знаю свободнее строителя, чем Серега. То есть если он классифика как строителя, то прям вообще не знаю. Ну, не строитель. Да. Серега просто не строитель. В нашей сфере. Он в нашей сфере. Все мы его любим. Мы тусуем. Около строительной сферы. Да, около строительной сферы, да. Я не знаю более свободного чувака, чем он. Я ему никогда не позвонил. Он всегда, типа, да, давай встретимся. Он нашел себя. Я в шоке просто, реально. Ну, опять же. Я разговаривал с его братом, с его командой. Они ко мне приезжали в офис. Ну, прям нормальные чуваки. Прям нормальные. Они на туре делают продукты. Просто кто-то мне говорит, типа, он не сдобал. Нет. Нет! Вот, ребята, нет! Такая тема. Как бы, нет. Просто он делает вот такие вещи. То есть он занимается. Он откровенно говорит, я занимаюсь людогенерацией. Я делаю то. У меня целая команда. У меня там, там, ребята будут. У меня доля. Доля. Человек умудрился. Он понимает, что такое доли. Не все мое. Все мое вообще не бывает. Это прям глупость такая. Просто полная. Вот. И как бы, ну, в общем. А что, ну, вот ты, вот, ты не хочешь больше объектов. Над чем работаешь? Оптимизация. Оптимизация. Повышение эффективности. То есть на данный момент у меня, то есть, заработок, ну, мы работаем там ради заработка, да? Ну, естественно. Это как бы конечная цель. Да, давай там. И если ты, допустим, хочешь масштабироваться, ты хочешь масштабироваться для чего? Там потешить свое эго или просто увеличить свой доход? Конечно же, увеличить свой доход в первую очередь. Конечно же эго, да? Да, конечно же эго. И, то есть, я понял для себя, что у меня есть потенциал вот из тех двух с половиной тысяч квадратных метров, которые сейчас я делаю. То есть я могу увеличить количество закрываемых объектов или квадратных метров в месяц. Да. И, соответственно, при одних и тех же объектах я буду… Я всегда привожу этот пример. Я говорю, ребята, смотрите, на объекте можем находиться восемь, ну, десять. Ну, фиг с ним, если вы отморожены, двенадцать часов в сутки. Больше не можем, ну, физически. Больше заработать мы не ценой можем, не ценой. Мы можем повышать до определенного момента. Ну, когда мы уже уперлись, вот есть некий типа рынок. Ну, как бы ты берешь x2, допустим, рынка. Все, дальше это уже невозможно. То есть дальше это уже неадекватно. Это уже обман. То есть и вот дальше что происходит? Мы единственное, как можем увеличить чек, уменьшить количество времени. А чтобы уменьшить количество времени, что нам нужны? Все должно быть. Начиная от акта опрессовки, заканчивая, короче, там всеми, всеми… Ну, у меня… Ты точно так же рассуждаешь, как я. Я единственное, что я убрал от себя вообще лишнюю лишнюю рутину, которая отнимает какое-то какое-либо время. Акта опрессовки понятно, да, то есть это все должно быть, но я ушел от бумажного лакита. А, секундочку, секундочку. А как ты… Понятное дело, что мы все решаем косяки тем, что, как бы, ну, грубо говоря, приезжаем и делаем их. Ну, что бы там ни было. Вот даже если ты не виноват, то есть ты приезжаешь и делаешь. Потому что по-другому не вариант. Ну, конечно, это звучит так. А многие скажут, в смысле я приезжаю делать? Ни хера. То есть, ну, как бы, там нет. Вот, к сожалению, ребята, вот этот сегмент, про который мы говорим, ты приезжаешь и делаешь. Ну, ты сейчас сервисы… Ты после три года приезжаешь и делаешь. Ты четыре года приезжаешь и делаешь. Что-то там… Перегорела диодка, которая вообще не к твоему… Ну, как правило, это все решается таким образом, что тебе говорят, перегорел диодка, и ты говоришь, окей, я приеду. Да. Не говоришь о том, что это будет сколько стоит, там, или у меня нет времени, ты приезжаешь, где, как правило, просто сами там… Сто процентов. Сто процентов, да, сто процентов. Поэтому это такая история. Даже если не ложат, ничего страшного. Да. Просто в смысле разворачиваешься, спасибо, уходишь. Все. Ну, ты в любом случае заработал. Ты знаешь, да, ты знаешь, что тебе придет еще и так далее. Лояльность клиента тоже конвертируется. Сто процентов. Сто процентов. И, то есть, получается, если ты ушел от бумажек, а как ты можешь без бумажек передать… Ну, то есть, допустим, какая команда сейчас? Человек 20, 30, сколько? 15. Около 40, наверное. Около 40, в общей сложности. По всем объектам. И из них… У тебя иерархия какая, кстати? Ты сейчас будешь говорить про… Нет, я хочу говорить про иерархию. Какая у тебя… Сколько статусов у тебя людей в компании? Не в любом случае, здесь всегда есть роли. Три. Три, наверное. Три роли основные. Три роли. И кто это? Первый – это вот мой помощь, моя правая рука, которая… А, то есть, ты сверху вниз идешь, окей. Да, сверху вниз. Моя правая рука, я плохо понимаю, вот у меня есть помощник. У меня есть там… Окей, помощник, помощник. Пускай будет помощник. Не партнер? Нет. Не партнер, помощник. Партнерство я пробовал, эта история так себе. Все, я понял. Не мое. Нормально. Есть помощник, да. То есть, человек, которому я доверяю, который перекрывает кучу вопросов. Как правило, это вопросы, которые… А чем отличается партнер? Я сейчас достану чуть-чуть. Извини. Чем отличается партнер от помощника? Партнер… Хороший вопрос. Помощник делает, что ему говорят, партнер предлагает. Нет. А, хорошо. Деньги делятся ведь одинаково. Плюс-минус. Я не говорю, что пополам. Я сейчас не говорю. Я не говорю, что 50 на 50. Давай, не будем этого. Финансовая составляющая на самом деле здесь не столь важна. Потому что ты с партнером можешь работать хоть 50 на 50, хоть 70 на 30, хоть 70 на 20. Это в зависимости от ваших договоренностей. Да. Помощник тоже самое может получать и процент, и фиксированный какой-то оплату труда. Все, окей. Поэтому здесь именно… Тебе проще называть его помощником? Да, от взаимоотношений. То есть, тебе проще этого человека называть помощником? Не проще. Ну, это моя права. Чтобы? Когда меня нет, он заменяет меня. То есть, это мой заместитель, можно сказать, да? Окей, я понял. То есть, исполнительный директор. Исполнительный директор. Отлично. То есть, он, я, скажем так, делегировал ему часть дел. Ну, если ты с ним расстанешься, ведь, гипотетически сейчас, ну, абсолютно, глобального полного падения и краха не произойдет, такого не может быть в принципе. Когда мне так люди говорят, я смеюсь просто. Я просто, ну, понимаю, что что-то тут не то. Тогда это случится сто пудов. В моменте будет тяжело. Ну, да, естественно. Ну, это все решаемо. То есть, вопрос команды. Вот именно. Когда команда сама полноценна, как организм. Поэтому я и говорю, что это партнер, понимаешь? Вы идете в любом случае, то есть, ну, как бы вместе какое-то время. Любой человек, который с тобой работал, он так же. Практически, да. Мне просто этот статус больше нравится, чем нежели, это мой там сотрудник. Ну, сотрудник еще бог бы с ним. Это буквоисты, на самом деле. Тут вопрос смысла. Да. Я просто пытаюсь донести. Это как там РПшник там и начальник участка. Все, поехали. Есть у тебя один человек в иерархии, которого ты считаешь своим помощником, ну, окей, не партнером, помощником, правой рукой. Главный, когда тебя нет. Он вообще главный. Ты сейчас здесь, он там главный. Он главный вообще. Вот, он главный. Вот именно. Потому что в любом случае мы должны стремиться, знаешь, к чему? Уйти от операционного управления и быть управляющим. Даже можешь не управляющим, как это называется, не инвестор, а это называется, ох, блин, вот видите, какой я тупой. Я забыл эту фразу. Когда ты являешься собственником компании, но при этом операционного управления у тебя нет. Ты занимаешься только стратегией. И то иногда даже стратегией уже не занимаешься. Как будто когда ты уже даже стратегией не занимаешься. Это вообще круто. Это прям вообще супер огонь. Но мы же к этому примерно идем. Если мы про деньги. Конечно. Мы же к свободе идем. Свобода что такое? Ну, когда ты без тебя, то есть все может делаться. Когда без тебя что-то может делаться, да. И ты, в смысле, твой уровень дохода, там плюс-минус такой же, там можешь своим близким помогать. Я бы так это сформулировал. Твое отсутствие или твое присутствие никак не влияет. Никак не влияет на результат. Супер, да. Следующий. Далее идут ребята, то есть их можно назвать бригадирами, то есть которых ты называешь руководителя направления. Да, это, смотри, ты подготовился. Да, ну, конечно. То есть вот этот новояз, который сейчас очень моден, то есть у нас на самом деле все это есть. То есть вся эта иерархия строительная, она есть. Естественно. Ее не может не быть, да. Да, и мне она как бы ближе на самом деле, но мы ей не пользуемся. Да, то есть у нас как бы… Ну, как она не пользуется, вы просто не признаете этого, но по факту это так и происходит. Тут вопрос, знаешь, как у меня одна история есть, когда человек занимается организацией работы, я говорю, ты прораб? Он говорит, нет. Я говорю, кто ты? Там, project manager. Ну, это ладно. То есть смыслы, ну, то есть нужно смотреть на смысл. Ты можешь как угодно называть, ты можешь разный смысл вкладывать там в одно и то же слово. Ну, то есть нужно смотреть на суть. Полностью согласен. Да, поэтому есть люди, которые отвечают за какое-то направление. Поэтому после названия что идет, чтобы было понятно? Должностная инструкция. А это уже бумажки. Нет. Ну, как? Ну, у прора… Хорошо, следующий статус какой? Мастера. Да. Вот. Да. И чем мастер отличается от прораба в твоем случае? Мастер отличается от прораба, что он подчиняется, то есть конечное слово за его руководителя. То есть есть руководитель направления, у него словно там электрику возьмем, да? Руководитель направления или прораб, или кто? Бригадир. Бригадир. Окей, да, мы запутались просто. Да. Мы сейчас еще в темологию слов уйдем, это вообще будет жестко. То есть есть бригадир. То есть у него есть своя бригада, бригада электрики. У него там в подчинении 5 человек, допустим. Все вопросы решаются с одним человеком, с ним. Спрос с него, то есть ответственность на нем, то есть не на этих людях. То есть те люди исполнители. Они могут быть мега компетентны, они могут предлагать какие-то решения, то есть они могут корректировать. И больше, по-твоему, у тебя ролей в компании нет? Нет. Ну, а если к тебе приходит ученик? Ученик есть ученик. Это кто такой у тебя в компании? Клиент? Да. Это друг. Ну, друг, хорошо. Но это же роль. Это же роль, ее нужно классифицировать. Ну. Ну, как? Ну, да. Ее можно классифицировать, но зачем? Ну, как это зачем? Для чего? Потому что это в любом случае у тебя есть определенный алгоритм общения с клиентом. И в какой-то компании он там, грубо говоря, идет исключительно через бумажки. И ты ему просто бумажки в зубы суешь, и все, это средний сегмент, там, и ниже плюс, ты ему просто бумажки суешь. Там не вариант бумажки суать. Ну, вообще нет. В современном сегменте каждый клиент это, в первую очередь, личность. Сто процентов. И ты, то есть в общении со знакомством ты изучаешь его, психологическую портретку это выстраиваешь. Смотришь его интересы, смотришь там, вплоть до того, что я стараюсь до того момента, как я еду к клиенту, допустим, навстречу, если у меня есть возможность что-то про него узнать, я узнаю максимально, что возможно. Да, для того, чтобы где-то в разговоре там просто сказать какой-то его интерес. То есть я знаю, что он автоспортом увлекается, например. Я что-нибудь ляп на прогонке, там, это его зацепит, он начинает рассказывать уже к тебе. Это же ведь не обман? Нет. И это манипуляция? Это манипуляция в какой-то степени, но это не обман. То есть ты просто зарабатываешь тем самым лояльность клиента. Но при этом это же не говорит о качестве твоего продукта, что это хуже, что ты, ну, понимаешь, я про что говорю? Тут вопрос, что за тобой стоит. Вот. Я про это и говорю всегда всем. То есть если вы делаете все для того, чтобы взять просто заказ, очаровать клиента и потом его не сделать, это уже обман. Что бы вы ни говорили, это обман, потому что это в принципе обман. Какая бы, какая бы ни была там у вас манипуляция или так далее, а если за вами стоит продукт, то это уже является, меня часто говорят, ты манипулируешь людьми. Я говорю, я не манипулирую, я так живу. Я так живу. Ну, я не манипулирую, я так живу просто. Вот я, у меня уже алгоритм о том, узнать о человеке что-то. Это как бы, ну, это, ну, вот я так живу просто. И я много людей знаю, которые… Ну, согласись, это интересно. Это суперинтересно. То есть, когда к тебе приходит клиент, заказчик, там, человек, который хочет, скажем так, нанять тебя. Да. То есть, во-первых, тебя это как бы подкупает, что он выбрал тебя из многих. Да. Во-вторых, вообще, то есть, знакомство с людьми, понимание то, как они пришли там к своему какому-то результату, что он делал, что он не делал, то есть, какие у него ценности в жизни. И вообще, на самом деле, ценности в жизни тоже очень важны. У меня бывали случаи, когда я отказывался от клиента, потому что он не разделял мои ценности. Это прям… Мои понедельники смотрел, да, наверное? Кого? Я в понедельниках своих рассказывал про это. Сейчас ты без обид, я практически вообще их не смотрел. Не смотрел понедельники, я знаю. Практически не смотрел. А зря. Возможно. Очень много вещей, о которых ты сейчас говоришь, я про них рассказываю, тебе бы зашло. Ни одного понедельника мне никто не написал, я их все сам написал. Вопрос в том, что, когда ты выставляешь приоритеты, то есть, что для тебя важно, то есть, у меня нету времени следить за коллегами. У меня была одна история, это может сейчас звучать немножечко высокомерно, когда был у меня один ученик, и вот тот момент, когда у меня было 15 человек в подписчиках, а в основном это те ребята, которые со мной максимально близко работают, либо с кем я очень близко общаюсь из нашей сферы, все из нашей сферы. То есть, у меня не было вообще посторонних людей, там, заказчиков, друзей, братьев, там, и так далее. То есть, именно все… Я не знаю, что наша работа влияет на нашу жизнь, на наше окружение. То есть, кто бы мне ни говорил, наша работа, даже не работа, а наш способ зарабатывать деньги, то есть, грубо говоря, влияет на наше окружение. То есть, бывают люди, которые работают вообще не ради денег, и у них абсолютно другая история. То есть, то, каким образом мы зарабатываем деньги влияет на все наше окружение. В том числе, да. Тут вопрос, что то, чем ты зарабатываешь, ты этим живешь. Да. То есть, это твои интересы. Ну, не все же так. Понимаешь, что далеко не все. Ну, возможно. То есть, я процент соотношения не могу тебе сказать. Я вернусь к мысли, и этот мой ученик, то есть, я ему сказал, то есть, тебе важно сейчас, то есть, я могу сказать тебе все, что угодно, я тебе научу. Ну, я еще тогда руками работал, но ты должен, в первую очередь, технологию, мешок взял, прочитай, что на мешке, попытайся узнать об этой компании что-то, попытайся найти там 5-10 человек из той сферы, которую ты выбрал, и следи за ними. И, то есть, я ученый-то научил, он сейчас уже в свободном плавании, и недавно он меня спрашивает, почему ты не подписан на этих людей, которым ты говорил мне подписаться. Я говорю, зачем? Ну, там, следить за трендами, там, какими-то новостями. Ну, я сам сейчас тренды задаю. То есть, та полезная информация, которая была. Слушай, ну, вот смотри, еще раз говорю, ты обязан смотреть на себе, как бы, подобное. Ты просто можешь что-то пропустить, не узнать. Я не говорю, что нужно много времени затратить. Ты растешь, во-первых. То есть, сначала ты был мастером, там, пацаном, там, шуруповертом. Потом там у тебя какая-то суета началась. И постепенно круг твоих интересов, то есть, от одних людей переходит к другим. 100%. И следить, там, за плиточником или за, там, даже, условно, там, каким-то директором компании, у которого другие взгляды. Да, неинтересно. Неинтересно. Да. Поэтому я для себя взял то, что у меня есть свое четкое понимание действий. То есть, как мне нужно делать. У меня есть своя модель. В этом же, вот ты же понимаешь, когда ты говоришь, я четко понимаю, что нужно делать, в этот момент ты ни хрена не понимаешь. Через какое-то время. Ну, эффект Данинга Крюгера, там, всем известный, да. То, что... Ну, у тебя же было, вот представь, я в 21 год или там в 22-23 считал себя самым крутым картончиком. Сейчас я понимаю, что я делал, я прибил просто тысячи квадратов на GX. Тысячи квадратов на GX, прикинь. Просто прибил эти долбанные подвесы. И, как бы, ну, представь уровень. Все, я с тобой полностью согласен. Здесь вопросов с этим нет. Чуть о другом я. Ты говоришь про развитие. То есть, когда ты развиваешься, что-то новое узнаешь, и тебе обязательно в этом варится. Я говорю о том, что, ну, когда, условно, ты, ну, изучил альбом чертежей КНАУФ, то есть, ты уже, в принципе, выработал для себя какой-то алгоритм действия, каким образом тебе надо работать. Да. То есть, дальше уже, в принципе, развития в этом плане нет. Ты можешь только отточить, то есть, как, там, пресловутые 10 тысяч часов, или, как Леха говорил, там, 7 тысяч действий, я, кстати, первый раз про это услышал. Но ты можешь просто дальше уже повышать свою эффективность с тем знанием, которое у тебя есть. Вот у меня есть определенная модель, которую я для себя выработал, в которой мне комфортно находиться. Каждый выбирает для себя. То есть, я вообще считаю, в стройке нет какой-то идеальной модели, которая всем подойдет. Кому-то удобнее, там, работать по смете, да. Мне удобнее работать за квадратный метр. Кому-то удобнее работать… Это ты сейчас реально сказал. Да. То есть, ты просто говоришь, у меня стоит 30 тысяч рублей, или, там, 50. Да, да. И вообще не лезешь. Я же тебе говорю, то есть, я ухожу от любых действий. Вот, смотри. Я понял, интересно, вот тут интересно стало. Есть наш клиент, наш клиент, неважно, будет у него смета, будет у него… Да, смотри, то он не будет согласен. Он будет смотреть итогов. Да, да. А дальше? Нет, я с тем, что клиент, грубо говоря, ну, будет смотреть определенного сегмента только итогов, даст, и еще потом забудет про аванс, даст еще раз, и это понятно все, да. И, там, премию даст, и вообще, то есть, я в 2000, не помню, каком, девятом, как раз-таки, или когда там вышел, короче, 5S. 5S, нет, мне айфон подарили, 5S, когда только вышел, там только вышел, я сделал купол из гипсокартона, мне чувак просто заплатил, все там еще, и два раза, наверное, заплатил, и просто еще принес коробку, и там отдал мне телефон. Вот, понимаешь, то есть, как бы, ну, тогда уже я в таком сегменте работал, то есть, я тогда уже делал такой сервис, хотя я был вообще, ну, просто картончиком, просто вот, я вспоминаю, что ты, как я мыслил, короче, ты был хорошим пацаном. Да, я был таким ровным, короче, все там, ровным, вот как-то еще сказать. И тогда это, ну, а как дальше с людьми? Если у тебя нет прайса, если у тебя нет, вот как ты дальше с людьми? Смотри, я считаю, что в отношениях с заказчиком, с клиентом, в любой сфере, то есть, человек должен понимать, что он покупает, сколько стоит и в какие сроки. Да. То есть, это три основные как-то вещи. А даже сроки, они от смены. Не всегда. Ну, а как? Ну, как это не всегда? У тебя срок, это смотри, чтобы построить, хоть какой-то график, хоть какой-нибудь, даже самый простой. Тебе нужно что-то вбить. Ты же, или ты как говоришь, штукатурка два месяца, сколько квадратов, непонятно. Да. Вот просто, пока так, да? Блин, поговорим через два года. Вот вспомним этот разговор. Смотри, ты же, когда делаешь план график, ты же закладываешь риски и какую-то дельту. Я закладываю риски, я закладываю дельту, но все равно есть твердое, от чего должно строиться. То есть, выработка норма часа там, ну, примерно. Смотри. Оно у меня есть, но заказчику это не надо. Да, я поэтому и говорю, плевать это. Это не для заказчика, это внутри, внутри. Внутри у меня, конечно, я про это дальше и говорю. Но, смотри, есть момент, первое. То, как я работаю, да? То есть, я работаю за квадратный метр без сметы. Но есть условие. Первое. Наличие дизайн-проекта. Это первое условие, без которого я не работаю. Естественно. Я могу работать, там, если мой клиент старый сказал, там, надо. То есть, я уже, в принципе, его понимаю. Это, больше, скажем так, исключение из правил. В целом, первое, что я спрашиваю, это наличие дизайн-проекта. Дальше еще идет, там, ряд вопросов. То есть, что они хотят получить, какие они, примерно, какой бюджет они там располагают. Такие формальности, скажем так. И я понимаю уже клиент, то есть, стоит ли уделять время этому человеку или нет. Или, нам, скажем так, на перекрестке в разные направления стоит идти. Это по телефону уже, в принципе, понятно. Там, по каким-то вопросам. Дальше, если, допустим, с человеком у меня, ну, идет контакт, и я вижу, что мы будем работать, прежде чем озвучить ему стоимость, то есть, я могу сказать вилку, посмотрев на проект, вилку я могу уже сказать. Естественно. То есть, условно, там, 25-30 тысяч, там, 30-35, 35-40, да. Более точная цифра будет после изучения проекта. Но что входит в изучение проекта? Во-первых, я устрою в скетчапе для себя. Понятно. Да, то есть, я понимаю, там, примерно квадратуру стен, квадратуру потолков, по инженерной части, то есть, я советую со своими парнями, с которыми работаем, сотрудничаю, да, то есть, они свое направление лучше меня понимают, то есть, сколько это может стоить. Это один момент. Второй момент, у меня обязательная встреча. Я клиент-дизайнер. Мы прямо вот берем проект, мы берем скетчап и прорабатываем, то есть, это называется вовлеченность в процесс. То есть, я полностью весь проект, то есть, мы проходим с первой страницы до последней, вносим корректировки, где какие-то они эти поправки вносят. И только после этого, только после этого, я уже могу сказать итоговую стоимость. Но мне облегчает, что, то есть, первое, мы уже изначально идем от самой высокой планки. Да. У меня нет такого, что какие-то скрытые работы появятся, которые, в принципе, невозможные. То есть, я их уже все учитываю. То есть, полный демонтаж, полная замена инженерии, инженерия топовая, да, то есть, гипсокартон, там, штукатурка и так далее. То есть, уже идешь, то есть, ты только идешь на понижение. И твоя ошибка может быть только вверх, скажем так, а не вниз. Это как бы меня страхует. И когда ты говоришь человеку «Итого стоимость ремонта», он, в принципе, смотрит, ну, готов он на эту сумму располагает или нет. И она одной строчкой у тебя. То есть, у тебя смета одной строчкой. Да, да. Кайф. Все, у меня нету сметы. То есть, я не трачу на это время. У меня есть внутренние сметы с пацанами. Да. То есть, они сдают работу по объему. То есть, это понятно. Но, опять же, даже для меня… Слушай, ну, ты можешь очень сильно ошибиться. На квадратуре, сколько ты говоришь, у тебя 500 квадратов дом? Да, да. На 500 квадратов… Чем больше квадратура, тем меньше риск ошибки. Тем дельта вот это меньше получается. На маленькой квартире… Чем шире, вот смотри, санузел, да, он там самый дорогой получается. Если мы возьмем просто санузел, вот просто инженерию в санузеле, особенно если щит там, то есть, узел водоводы там, то есть, это считается самым-самым-самым дорогим, короче, изделием в квартире. Самыми дорогими тремя квадратами, по-моему, говоря, квартиры. Он у тебя уже, в принципе, смечен там 20 предыдущими объектами. 20 предыдущими объектами, верно, да. И разница там будет несущественная. Блин, ну, очень сложно внутри потом. Очень сложно. Вообще не сложно. Ну, знаешь как, это некий, ну, то есть, вот смотри, тогда, получается, каждый человек, это несложно для тебя, но это сложно для, мне кажется, ну, работников дальше. Почему? Ну, потому что дело не только в том, что, ну, вот смотри, я пришел к тому, что у меня теоретически есть от клиента до даже там практически самого простого мастера, да, даже, наверное, от ученика, он может в принципе понять, сколько стоит эта работа, либо вообще просто спросить. Вот он знает, понимаешь, он понимает, то есть что и как. В твоем случае это в принципе невозможно. Понимаешь? Это в принципе невозможно. Ты просто говоришь, у меня стоит штукатурка, там, 700 рублей квадрат. Все, хочешь работать, не хочешь мне работать? Нет, у меня нет таких взаимоотношений. У меня, все парни в команде, которые у меня работают. А по-другому же невозможно посчитать тогда. Если у тебя одна цена. Еще раз. У тебя одна цена. Да. Из нее невозможно вычленить штукатурку. Легко. Человек заплатил тебе там, грубо говоря, 3 миллиона рублей за ремонт. Легко. Смотри, там дальше же идет, то есть это первоначально то, как я выстраиваю взаимоотношения с заказчиком. То есть есть итогов. То есть ты ему даже не бьешь по этим самым, ты ему не бьешь по статьям расходов. Ну, то есть у тебя там электрика тебе будет стоить вот столько, сантехника вот столько. Вот к этому мы подошли. Я разбиваю работные этапы. Естественно. Но разбиваю работные этапы, как удобно мне. То есть в среднем это от 7 до 10 этапов. В среднем на любой объект. Да. То есть, допустим, объект стоит там 7 миллионов. Да. 10 этапов по 700 тысяч каждый этап. Да. И я прописываю, что в этот этап входит. То есть, как правило, первый этап это демонтажа геометрии. Да. То есть там штукатурка и так далее. Второй этап это инженерия там электрика, вентиляция, кондиционирование. Третий этап отопления, сантехника. Дальше у нас идут потолки, плитка, чистовуха пошла. То есть я разбиваю все это на этапы. От того, что я могу внутри менять последовательность этапа, на сумму это никак не влияет. Я только смотрю, то есть, ну, можно, допустим, сделать сначала плитку в санузлах, а потом заниматься гиперскартоном в комнате. Можно наоборот сделать. То есть от переменной суммы слагаемых, как там? Да. От переменной слагаемых сумма не меняется, да? Я могу это корректировать в зависимости от загруженности той или иной бригады, которая у меня работает. То есть я вижу, что здесь не успеваем, а приточник высвобождается. И я могу поменять. А в чем тогда системизация, в которой ты идешь? Оптимизация? Да. Оптимизация или системизация? Оптимизация. Оптимизация. У меня оптимизация. Да. То есть тактически, тактически, как операционное управление, оно в какой-то степени присутствует, но оно настолько уже отработано, что мы, там, у нас, допустим, планерка есть, садимся и понимаем, что нам лучше на этот объект, ну, всегда есть там объект, который там первичен, есть, ну, по срокам, да? Да, всегда есть горящий. Всегда. И ты понимаешь, что вот лучше вот отсюда бригаду выдернуть себя, и ты, операционка, как бы она в любом случае присутствует, и ты тактически, то есть меняешь звенья для того, чтобы улучшить процесс. Это невозможно предусмотреть изначально заранее, даже если ты будешь план графики прописывать, потому что это, как это сказать, ситуативная история. Да, да, да. Ситуативная история. Да, да, да. Не знаю, иногда какие-то вещи, которые мы делаем. Поэтому прописывать план графики, то есть я пытался это делать, но в любом случае они будут, они все идут с корректировками. Всегда. Зачем это делать, если я могу это сделать, то есть без план графика, высвободить кучу времени, и это никак не повлияет на результат. Блин, да я бы тут поспорю. То есть если ты прям совсем, то есть когда совсем мало, я говорю про свой опыт. Представь, даже 10 квартир в год. Да. Конечно, ты говоришь про свой опыт, я понимаю, 10 квартир в год. Все равно, когда у тебя появляется, как только любой новый человек, а он появляется так или иначе, так или иначе мир он меняется, так или иначе вот всегда есть каша, да. То есть какой бы ты крутой не был, как бы крутого у тебя не было, все равно, то есть это хаос, мир это хаос. Так вот, тебе нужно гораздо больше времени вовлеченности, чтобы он, короче, влился в коллектив. Влился в коллектив, да. Пример приведи. Если у тебя, ну вот смотри, если у тебя есть, тебе пришел человек, ты ему говоришь, вот смотри, вот это ты должен знать. И ты ему говоришь, вот техника безопасности. Например, кто? Все равно. Абсолютно не важно. То есть смотри, когда, ну, хорошо, плиточник, к тебе пришел плиточник, у которого там, грубо говоря, ты… Состоявшийся. О, хороший вопрос, хороший вопрос. Я не беру, сейчас никого не обучаю. Допустим, состоявшийся. Только состоявшиеся мастера, которые уже понимают, что они делают. Но все равно ты должен его подготовить под то, что он должен сотрудничать с другими. Мастер-одиночка не интересует. То есть человек, который говорит, я крутой плиточник. Все к этому идет само. То есть люди даже, которые раньше, то есть говорили, что я хочу работать напрямую с клиентом. Да. То есть типа сам себе хозяин, хотя это не… Умирают одиночки, да. В какой-то момент, то есть когда… Тут вопрос, с кем он работал до этого. То есть если он работал с каким-то, я называю это прокладки. Да. Если он работал с каким-то посредником, который просто ему сказал, вот тебе заказчик, вот я, мне 10%, там 20% и уходит с объекта. И у него чувство какой-то несправедливости внутри возникает, почему я это делаю и напрямую общаюсь с заказчиком. Зачем мне нужны такие люди? Да. Это не в его конкретном узком направлении, а в том, что когда он придет, будет все готово для его работы. И когда он уйдет… Не важно. То есть его работа будет, то есть так же хорошо выглядеть. Это первое. Второе, я даю гарантию того, что он будет работать так, как он хочет, не нарушая технологию. То есть у меня есть, допустим, несколько бригад маляров, с кем я работаю. Одни работают чисто на механизации, там, с холстом, с полимерками. Другой работает гипсухой, там, с флизелином. И, ну, то есть у него разные школы, да, там, можно сказать. Если этим работать комфортно так, этим работать комфортно так, конечный результат будет один и тот же. Если конечный результат будет один и тот же, я не лезу в процесс. Потому что я не буду его переучивать. Он научился так делать? Он может дать качественный результат? Или, например, он работает, он привык красить с этой краской? Пусть он красит с этой краской. Если он несет. А если ты точно знаешь, что, допустим, нужно убрать… У нас сейчас такое на объекте произошло. Мы делали проект, на котором мы собрали кучу маляров. Я взял кучу образцов и мы убрали типы красок, с которыми мы не работаем. Просто не работаем, потому что мы потолки, допустим, не красим определенной зеленой краской. Не красим, потому что не красим. И тут так получилось, что мастер сказал, я буду красить и покрашу. Дизайнер принесла, мастер, я покрашу. И так получилось, что я, короче, об этом… Я знать-то про это не должен. В конце концов, я уже узнал, когда, короче, не получилось покрасить. И при этом, при всем, по сути, был нарушен регламент, который мы приняли. При этом мастер говорил, что он сможет, но не сделал. Кто несет ответственность? Мастер несет ответственность руководителя. Вот именно. Конечно, руководитель несет ответственность. Но дизайнер не может советоваться с мастером, что должно быть. Конечное слово всегда за бригадиром. То есть все-таки есть у тебя какие-то регламенты? Они внутренние, их не прописывают. Ну, понимаешь, то есть, ну, нельзя там… Ой, поговорим через два года. Ой, поговорим через два года. Поговорим? Поговорим. Стоп. Три. Ну, три надо. Ну, два-три, да. Это так. Мы года четыре не виделись? Когда мы ездили? В восемнадцатом, да, четыре где-то, да. Что с того времени произошло? У меня существенно, кроме, ну, как сказать, стоимости объектов, существенно ничего не променялось. То есть изменился клиент, подход мой остался тем же самым, как я работал за квадратный метод, так и я работаю. Я работал, вот, когда ты сказал, я работаю под ключ? Да, наверное, с самого начала. С самого начала. Вот, если не брать вот эту историю там до Казахстана, то есть, когда мы работали на гособъектах, как я вернулся, то есть, я сразу в Казахстане я стал понимать, что нужно работать под ключ, потому что мне нравилось планировать, мне нравилось выстраивать процессы, что зачем идет, и когда ты… То есть, ну, если там, условно, 10 человек, крутых мастеров просто закинуть на объект и сказать, делайте, то есть, ну, будет хаос, какими бы крутыми они ни были, даже если они попытаются договориться между собой. Если ты не распланируешь работу, то есть, что зачем идет, не выстраиваешь правильную последовательность. Так, мы сейчас вернемся, потому что мы теряем логическую мысль, я понял. Так, ладно, по поводу под ключ, я понял. И ты понял, что нужно делать, короче, под ключ. Все, окей, ко мне это тоже в одно время пришло, и почему-то я много раз задумывался, так, если я бы делал, я бы делал только сантехнику и электрику, все, все остальное, нафиг, сантехнику и электрику, все, я понимаю, что не вариант. Ну, я помню, когда у тебя был период сухого монтажа. Да, конечно, у меня был период картона, естественно, я с него начинал, то есть, да, картон, то есть, все только картон, потом электрика, картон-электрика, все пошло-пошло, и мы потихонечку, все равно, короче, оно переросло. Понимаешь, почему? Потому что тебе клиент говорит, может, ты дальше не сделаешь? Блин, ну давай ты дальше сделаешь, и ты такой говоришь, ну нет, ты получишь, у тебя получится, ты же, смотри, ты же делаешь, у тебя же получится дальше. Ты такой, ну нет, и тебя упрашивают, понимаешь, и ты, короче, то есть, это органически происходит с тобой. У меня чуть-чуть по-другому было, меня не просили, я просто понимал, что, когда ты делаешь какую-то работу... Да, это совместная история, тебе приходит понимание, и приходит запрос, это одновременно происходит, понимаешь? Да, вот, потому что, ну, мир нам говорит, так вот, по поводу того, что чем мы, чем мы, я уже сказал мы, чем ты отличаешься от тех же самых прокладов? Вот приходит человек, ты даешь ему, а он не общается с клиентом, верно? Он может с ним общаться, если у клиента есть запрос, он может с ним общаться, без проблем. Ну, хорошо, то есть, он объясняет технологию? Нет. Клиенту? Да. Ну, если тот спрашивает, то да. Если тот спрашивает, то да. Но клиент, у меня была история, это из последнего, такая прямо показательная, когда клиент попытался залезть в процесс, и я ему, то есть, я поставил, ну, можно сказать, ультимату. То есть, если ты такой умный, то нанимай людей, работай самостоятельно, зачем ты меня нанимаешь, зачем ты мне платишь? Нет. То есть, я несу гарантию за результат, и я несу гарантию за тот результат, который я знаю. То есть, то, что ты придумал, мы можем это сделать, но гарантию я тебе не дам. Я не хочу так работать без гарантии. Я хочу работать так, как я привык, так, как я знаю, как я умею. А что именно делали? Утепление изнутри. Утепление изнутри? Да. То есть, вопрос в этом был. То есть, согласовали утепление, он согласился, потом позвонил какому-то, как это вводится своему другу, и сказал пацанам, нет, давайте делайте подругу. Ну, они стали молча разбирать. То есть, у меня была такая история, что… А пеноплекс меняли на эту саму или что? Нет, там история была не с пеноплексом, там была история, что, во-первых, тяжелая конструкция стояла на парапете, на этом небольшом, и на нем потом еще дополнительно висели радиаторы. То есть, нужно было сделать конструктив и с точки зрения утепления, и с точки зрения сущеспособности, и чтобы еще была какая-то… не было мостики в холоде. То есть, в общем, там были нюансы. Там все решаемое, как бы, ну, решение есть, которое я всегда применяю, которое рабочее уже много-много лет, там, с учетом нашего региона. Вот он с кем-то посоветовался, ему сказали, что лучше сделать по-другому. Он попытался влезть в процесс, и я сказал, что либо, то есть, ты делаешь самостоятельно, я вообще ухожу, либо ты вообще уже не влезаешь. То есть, это прямо категорично. И у меня со всеми людьми, то есть, ну, вы меня нанимаете как специалиста. То есть, для того, чтобы… Ну, я часто к клиенту говорю, на момент ремонта мы тут главные. Ну, то есть, мы тут главные, вы поэтому нам платите. Ну, можно так сказать, да. Можно так сказать, просто кого-то это может оскорбить. Ничего страшного, а ты это же говоришь с долей шутки. Ну, а жестко. Ну, по поводу, кстати, границ, да, то есть, у меня часто история бывает, когда, ну, у меня на объектах не курят. Прямо это категорично. У меня это. Никто. У меня это. И если заказчик к нему прикурит, у меня были истории, когда там муж с женой приходит, то есть, он начинает курить, я говорю, так, сигарету тушим и выходим, у нас на объектах не курят. Такая пауза. Ну, то есть, у него непонимаем в глазах, почему. Я, то есть, этот вопрос прочитал, я говорю, ну, понимаете, что вот это все впитывается, это штукатурка. То есть, вот этот запах неприятный, потом придут к нам некурящие там люди. То есть, мы сами не курим, но мы тоже это неприятно. И же она такая, все правильно у тебя, говорит, иди отсюда. То есть, ну, вот вплоть до такого, что есть определенные правила на объекте, которые должны, можно сказать, да, что мы главные. Прикинь ты, короче, просто присылаю. Ну, то есть, ну, ладно, окей. Дальше. Дальше что? Про клиента. Ну, про, извини, про мастера, который к тебе приходит. Ну, то есть, вот, то есть, ты обеспечил его, грубо говоря, инструмент, кстати, мастера. Да. Естественно, полностью. Полностью. А тяжелый у тебя есть? Все, что у меня было, и все, вообще ничего нет. У меня какой-то инструмент остался, но я его весь в работу закинул, я даже не знаю, что с ним происходит. Я избавился от инструмента полностью практически. Там, может быть, что-то у меня еще лежит там в гараже из старых времен, да, ну, в чем сейчас просто нет необходимости. Как появится необходимость, я так же просто отдам и все. То есть, это не инструмент для зарабатывания денег. Сейчас у меня другие инструменты, чтобы обеспечить себе доход. Ну, это факт. То есть, ты даже тяжелый инструмент, ты решил не бы реабилитировать? Нет. Нет. Вообще ничего нет. Ну, вижу, каждая модель разная. У меня немножко другая модель, но не суть. Еще раз. Ну, у каждого модель своя, то, про что ты и говорил, что не бывает двух одинаковых. Да, да, да. Двух одинаковых просто не бывает. У меня есть… А что такое компания? Хорошо. Теперь, почему клиент важно с нами работать? Для меня компания – это та, которая решает проблему человека на определенном уровне сервиса. Ну, и не лезет. Кто не лезет? Клиент. Ну, клиент по определению не должен лезть. Но он же не лезет, когда ему зуб ремонтируют. Да. Или когда машину красят. Ну, я знаю таких людей, которые… Ну, это есть, но это прямо уже чуть-чуть отбитые как бы люди. Они прямо, то есть, какую ты мне пломбу ставишь, подожди, там, какой ты мне… Какой бур взял? У меня есть друг стоматолог, мне рассказывают. То есть, такие тоже попадаются, как это ни странно. Но в целом, то есть, люди понимают, что к врачу лезть не надо. Потому что он учился, то есть, он больше знает. В машину красить, то есть, лезть не надо. Но в стройку лезут все. Ну, естественно. Нормальная история. Вообще. То есть, абсолютно никаких… Знаешь, какая история? До первой передачи денег, как правило. Дальше все, я даже не… Ну, заказчики, у меня есть заказчики, которые… Я говорю, что, договор подписали? Там где-то там, блин, составь его в покое. Стоит будов Краснодар, в Москве ты бы не смог. Короче, смотри. Ну, договор есть, шапка договора есть. То есть, она хорошая. То есть, она под конкретный объект. Она со сроками, она с ценой. Она с объемом работ. Приложение номер один, номер два. Ну, понятно. В общем, дизайн-проект. Все как положено. То есть, это есть. И, ну, как правило, это… То есть, на этапе договоренности это имеет значение. То есть, просто для галочки заказчик себе… Знаешь, я понял сейчас. Короче, есть определенный тип компаний. Они как ремесленники. Среди… Вот есть мастер, да, есть там ремесленник. Да, вот есть маленькие ремесленческие компании. Вот это про тебя. Серега Кодолов, когда приезжал, я его на свои объекты возил. Он сам текст писал, со мной не советовался. Он написал «Семейная компания». Семейная компания, да, да, да. Что-то типа такого. Я говорил, то есть, вот еще даже, когда мы ездили… Хорошо, давай, еще раз системе… Давай, продолжим. Когда мы ездили в Германию, я уже тогда говорил, что я хочу быть как Rolls-Royce в мире автомобилей. То есть, штучный товар… А у Rolls-Royce есть регламенты? У Rolls-Royce? Да. И даже настройство инструкции есть у них? Как ты думаешь, техкарты есть у Rolls-Royce? Я даже выговорить не могу. Это высокотехнологичная история. То есть, есть? Ну, конечно. Ну, конечно, есть. Но я думаю, что тот человек, который там работает, он их не читает, они каждый день… Хорошо, он системизирует. Ну, не уверен так. А системизация… А хорошо, он их не читает, но он их изучить должен, когда он приходит. Или он уже приходит такой готовый. Я мастер, все, берите меня. Как ты думаешь, сколько стоит увольнение человека в такой компании? Вот сколько стоит эта компания? Если его обучили? Если его… Да, вот если, да, если вот этот прям хороший, вот прям мастер у тебя ушел. Ну, тут, во-первых, стоимость обучения. Во-вторых, если он ушел к конкуренту, то есть убытки, которые он может понести. Ну, то есть эксклюзив не становится эксклюзивом. Нет, вот он, допустим, ушел, да. То есть он ушел, то есть, и, представляешь, компания несет убыток сумасшедший. Мы же точно так же. Сколько стоит цена для нас? Вот смотри, сколько стоит цена ухода мастера? Очень много, поэтому я еще не занимаюсь обучением. Еще раз. Она стоит очень много. Поэтому ты берешь… Какая разница, даже если… Ну, смотри. Если ты его обучил, это прям вообще космос сколько стоит. Смотри, по поводу внутреннего регламента. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но это не касается технологической базы. То есть технология по плитке, она везде одна. Да. В целом. То есть что у тебя, что у меня, что там Дима Инстабур. То есть все работают по одной технологии укладки плитки. Есть нюансы, то есть есть разные виды клея там и так далее. Есть разница только, там, допустим, порядок на объекте. Да, то есть это все обговаривается, то есть по умолчанию. То есть у нас, допустим, порядок на объекте. Мы говорим, если ты хочешь работать с нами, то даже таких разговоров не идет. Ты приходишь к человеку, допустим, знакомишься с кем-то, ты приходишь на его объект, и ты уже видишь его. То есть подходит он тебе или нет. Даже вот просто потому, как у него сложный инструмент, как он выглядит внешне. То есть как он относится к себе, к имуществу заказчика и так далее. То есть он уже должен разделять эту философию изначально. Он должен быть таким. И невозможно изменить человека. Невозможно. То есть поэтому бесполезно. Хорошо, вот системы нельзя. То есть какие еще инструменты ты применяешь для того, чтобы уменьшить это время на объекте? Я просто сам занимаюсь. Исключить количество ошибок. Исключить количество ошибок за счет? За счет правильного… Ну каким образом ты передаешь свои… Ты хочешь исключить количество ошибок. Смотри, вот если… Вот берем плиточник, вот у него есть ошибка. Какая, например? Ну допустим, короче, он там делает заусовку, да? И в одном и том же месте там она откалывается. Ну допустим, и он переделывает еще. Или допустим, я не знаю, там, не заклеил скотчем, решил сделать так ибоксидкой. Или что-нибудь еще. Ну вот такие, да? Которые просто время вот… По сути ничего страшного, как бы это не критично. Но типа времени он потратит… Времени больше. Ну эти вещи, ну тут я не считаю, что это нужно прописывать. Ну в моем случае. Да, окей. То есть эти вещи, которые… А что нужно, хорошо, давай так, что нужно прописывать? Что нужно прописывать? Да. А в моем случае ничего. У вас поговорим через два года. Реально поговорим через два года. В моем случае я выбрал для себя ту модель, при которой, то есть, во-первых, а люди придерживаются той же идеологии, что я. То есть, ты понимаешь, что если ты сейчас не делаешь, то это у тебя уровень дохода останется тот же? Нет. Даже если ты немножко сократишь, но чуть-чуть совсем. Ну то есть там, ну сколько, ну процентов, 10-15. Это уже… Ты улучшит сколько? Как ты думаешь, сколько ты сможешь улучшить в единицу времени? Я думаю, что процентов 30-40 еще есть. Ну то есть не о кратных или о 10-ти кратных не идет вообще речи даже. Ну, смотри, если бы я хотел… Ну, если бы история была чистой из-за денег… Нет, не только из-за денег, но ведь это же тоже достижение, прикинь. Это же тоже достижение. Сейчас, на данный момент, я занят тем, чтобы улучшить то, что есть. То, что есть. Да. Когда я пойму, что окей, меня все устраивает… Через два года. Окей, может быть два года, может быть три, да. То есть я подумаю, то есть… Вообще ростом происходит, ну, как чаще всего, то есть он непрогнозируемый происходит. Да. И непланируемый. И ты не понимаешь, что в этот момент, когда ты вырос, ты даже не понимаешь, что ты уже вырос. И, ну, у меня так было с количеством объектов. То есть у меня было в какой-то момент там 4-5 объектов. Я мог, можно сказать, разрывался. Да. Для того, что… Потому что я пытался везде быть и плюс еще я что-то руками пытался работать. Я поэтому тебя спросил, сколько у тебя объектов? Ты говоришь 10 в год, а единовременно? Три. Десять. Десять. А единовременно? Это же просто человек, а он думает так же, как и ты, получается, и вы каждый раз доносите одни и те же ценности людям, или вы берете сразу таких людей с ценностями, так не бывает. То есть у них есть определенные ценности, но все равно есть, ну, есть те вещи, в которых вы гораздо экспертнее. Почему вы ничего не пишете, я не понимаю. Для чего? Для чего мне тратить, допустим, там, два месяца своего времени, чтобы одному человеку что-то объяснить? Ни одному, как раз таки в этом и прикол, что ни одному, а ты объяснишь сразу всем, и вы заговорите на одном языке. Более того, и знаешь, что делаю? У меня есть язык, на котором мы общаемся, вот у меня есть чат, который называется, короче, этот самый каково, который называется, да как же его, короче, словарь. Нет, слова, да, типа того, то есть вот и каждый пишет какие-то определенные слова, которые он использует, и им дает определение, то есть мы говорим на одном языке, потому что у меня несколько сфер, то есть у меня не только стройка. Ну, окей, если ты с другими направлениями связываешь, возможно. Но даже в одной, даже плиточник и электрик могут говорить на разных языках, и если они примерно хотя бы чуть-чуть системизируются, у них продукт станет лучше, но это не образный. Я на практике этого не встречал, ну, на своем опыте, то есть в своей команде. Чтобы они не понимали друг друга. Смотри, у нас, я бы даже сказал, у нас семья, вот реально у нас семья, то есть у нас все пацаны друг к другу, у нас нет такого, что кто-то там за спиной кого-то не любит, да, условно. То есть у нас все пацаны, когда работают, они думают о другом. Если он что-то делает, например, прошел этап электрики черновой, приходит плиточник. Тебе нужно поработать не только в Краснодаре. Возможно, возможно. У него есть... Это невозможно. Смотри, я в Ростове, у меня была такая же фигня. В Москве это не работает. Ну, почему не работает? Не работает. Она слишком большая. Да. Она территориально, люди в разных местах находятся. Окей. Они разные, они меняются, понимаешь, они, короче, там разные люди коммунистрируют с другими. И все равно люди растут, меняются и так далее. То есть, хорошо, какой средний срок работы у тебя, людей с тобой? Вот в твоей структуре в одном статусе. Ну, или там пускай переходят, но тем не менее. Да, ну, я еще слишком... То есть, у меня не 15-летний опыт, чтобы говорить об этом. То есть... Ну, почему ты говоришь про 19-й год, про этот самый, это... Ну, допустим, возьмем 4 года даже последний, да? Хорошо, да, возьмем. Те люди, которые были со мной тогда, как правило, ни одного не осталось. Ни одного не осталось. Потому что... Это нормально. Потому что... Ну, то есть, ты растешь, и ты хочешь, чтобы окружение с тобой... Чтобы у меня были люди, которых я тянул с собой. И, короче, это каждый раз последний случай. То есть, тут вопрос встает так. Либо ты растешь вместе со мной, но если ты не хочешь, тогда мы расходимся. 100%. Тут, ну, это сложно. Иногда бывает, потому что ты там с человеком, там, 5-7 лет работаешь. Тем более тебе, ты говоришь, у меня семья. Да. Не футбольная команда, у тебя семья, понимаешь? Типа того, да. Да. Я себя... Ну, если аналогию с футбольной командой, я раньше говорил, что я играющий тренер. Ну, да. Когда был там до 5 объектов. И в какой-то момент я понял, что... Нет, чем отличается футбольная команда от семьи? Да, ну, я не знаю. Ну, как компанию нужно строить? Как семью или как футбольную команду? Да, ну, какие смыслы ты закладываешь? Ну, не знаю. Как ее свободу? Где ты будешь больше свободен? В семье или в футбольной команде? Ответственность есть и там, и там. Сто пудов. Ну, просто я тебе просто задаю вопрос. Как ты думаешь, футбольная команда или семья? Как нужно строить? Какой смысл ты в эту... Команду. Вот как ты строишь компанию? Вот у тебя есть... Вот ты строишь какую-то компанию, да? Она у тебя называется там... Как она называется? Футбольная команда семейных игроков. Вот так и называется? Футбольная команда семейных игроков? Нет названия. Я понял. Вот, поэтому говорю, через два года поговорю. Я задумываюсь о том, что как-то нас назвать. Как-то нужно назвать. Уже, да, пора. Потому что сейчас ты личный бренд. Да. Сейчас ты исключительно личный бренд. Я сейчас не говорю про аудиторию, а просто про то, как ты себя ведешь и позиционируешь, как ты зарабатываешь деньги в этом мире, ты зарабатываешь деньги с личным брендом. Да, согласен. Но это неплохо. Нет, это офигенно. Это мега круто. Более того, это сложно. Личный бренд это сложно. И окей. Знаешь, зачем тебе это надо? Когда думаешь, давай продолжим. Когда ты, как ты думаешь, сколько времени продержится твоя семья, если ты улетишь на Бали? Не продержится. Ну, она продержится, пока объект не закончится. Отлично. Уже хорошо. Мы начинаем немножко думать. Теперь, что ты должен, как ты, чтобы ты написал, чтобы ты написал в чат общий. У вас есть же общий чат? Прям общий, общий. Делают кучу разных. Пацаны, если бы тебе нужно было уехать на год. Вот я уезжаю на год. Что ты пишешь в чат в этот момент? Скажи. Пацаны, я уезжаю, делаем то, что у меня. И все, не объясняя, что как будет, все. И через сколько твой доход станет нулем? Как объекты закончатся. Как объекты закончатся. Да. То есть, ну, тут вопрос в том, что от меня зависит трафик. Да. То есть, соответственно, ты все-таки понимаешь, что… Я это прекрасно понимаю, но я это осознанно делаю. Я кайфую от процесса. Класс. Я себя не… Блин, сегодня честный подкаст. Сегодня честный подкаст. Хороший. Мне нет желания выделить себя из процесса. Убрать из процесса. Я хочу быть в процессе. Конечно, хочешь быть в процессе. Мне это нравится. Я кайфую, когда ты приходишь, имеешь какое-то… Мне нравится, вот, еще знаешь какой-то момент? Процесс общения с заказчиком. Переговоры. Конечно, переговоры. Не переговоры. Но это все равно любые, любое общение – переговоры. Пускай переговоры, когда уже в процессе ремонта. Да. Когда ты можешь влиять на процесс. И тот человек, который, казалось, тебя нанял, он тебе подчиняется. Ну, это парадоксально может быть звучит, да? Но ты говоришь, будет так. И никак иначе. Хотите по-другому, то есть, ну, не получится. Ну, то, что я и говорю, мы главные на объекте, пока мы его делаем. И вот от этого, то есть, ты кайфуешь. И заказчики от этого кайфуют. Это, знаешь, эта история была, когда… Как это называется? Однажды в России. И, блин, я мало смотрю телек, вообще не смотрю. Ну, я тоже не смотрю, просто как-то в рекомендованных вышло. Там был момент, когда вот этот вот парень из КВН Азамат, который казах, он, типа, пришел в ЦУМ, а там был продавец, которого уволили 2 минуты назад. И он начал с ним разговаривать так жестко. Ну, типа, мне подходит. И он начал вот, типа, там, оскорблять, там, обиженный, понял? А тот аж кайфовал, там, понял? Типа, да ну нафиг, ты мне назад оборачиваешься. А что, сзади есть еще жженая свинья, говорит? Ну, там все, конечно, утрировано. Какого-то, когда по телефону лучшая продажа, короче. У нас там билеты есть, раз он может трудно, он может так, куда бабки перечислить? Это утрировано, конечно, да, это передергивание какое-то, но это имеет место быть. То есть те люди, они, ну, вообще у нас же есть портрет строителя, что это вот какой-то такой никчемный человек, там, непрофессиональный, необразованный, и можно манипулировать, там, не заплатить, там, и так далее. То есть когда ты себя ставишь, то есть ты ломаешь стереотип, люди от этого кайфуют. Да. Еще когда ты... Ну, еще бы ты приезжаешь на свои ешки, короче. Да ну, это можно поставить там во дворе и не париться. Нет, понятное дело, но тем не менее, это же часть. Возможно, ну, не... Малая часть, хорошо, ты можешь сейчас отрицать. Сколько угодно, если бы ты так не считал, ты бы камни себе купил. Ну, и она была. Да. Вот. Слушай, а как, по-твоему, становятся мастером? Как становятся? Вот как сейчас становятся мастером? Да ну, пути всех разные. То есть я пришел на стройку, и я не планировал им стать строителем. То есть как профессия меня выбрала, как говорится, да, говорят. Но, то есть у кого-то так. Кто-то приходит осознанно, то есть понимаем, ему нужно просто кормить семью. Но каким образом? Вот как это осознанно? Я не понимаю, как осознанно прийти. Вот я, честно сказать, из всех, кого знаю, очень мало знаю осознанных, кто осознанно пришел. У меня сейчас у парней, у приточников, мне пришел парень, который просто позвонил, нашел их в Инстаграме, сказал, я хочу с вами работать. Я хочу научиться. Его цель и мотивация непонятны, то есть для конца. Потому что бывает, что человек просто хочет научиться и свалить. Это частая история. Но вот он сказал, то есть у него есть такой запрос. То есть ему объяснили там. Но это разве плохо научиться и свалить? Нет. Это прям норм. Это история стоимость сотрудника. Да, да, да. То есть ты в любом случае что-то теряешь? Именно поэтому, именно поэтому, если у тебя есть регламент, и у тебя есть коэффициент там 0.4, 0.2, 0.6 и так далее, ты правильно учишь. То есть ты правильно учишь, понимаешь, чувствуешь, да, если у тебя прописан коэффициент, то есть, допустим, если ты у меня ученик, то у тебя 0.2, а если ты подсобник, то у тебя 0.8. Чувствуешь разницу? Подсобник пришел работать, он может выполнять те же самые функции и так далее, но ты его не учишь. Есть такой момент, когда у людей амбиции впереди разума. То есть одно дело, когда человек замотивирован и понимает перспективы какие-то определенные, работая в команде. И он сам по себе командный человек. А есть люди, которые, история, когда… Ну вот представь, если ты ему говоришь, он к тебе приходит, я понял, извини, я понял. Смотри, тебе приходит чувак и говорит, я хочу зарабатывать вот столько. Вот как бы, ну ты у него говоришь, а что у тебя есть? Он такой, ну этого нет, этого опыта нет, этого нет. Человек, который приходит… Ты говоришь, окей, ты говоришь, отлично, нормально, вот смотри, у нас есть два статуса. Ты можешь зарабатывать 80% от того, что зарабатывает человек, у которого есть вот это, вот это, вот это, вот это. Но ты должен будешь делать вот это, вот это, вот это. И ты не имеешь права спрашивать и так далее. Ты должен просто, если тебе скажут и, возможно, тебе расскажут, и, возможно, ты можешь пойти по этому пути и стать мастером, может быть. А можешь минимум три месяца быть в статусе ученика. При этом ты будешь зарабатывать, допустим, 0,4, а не 0,8. Понимаешь? То есть, грубо говоря, из тысячи рублей, которые заработал мастер, ты зарабатываешь только 400. Понимаешь? Но у тебя есть право слушать, у тебя есть право учиться, пробовать, у тебя есть… То есть, и тебе будут рассказывать. Как вы запрещаете задавать человеку вопросы? Мы ему не отвечаем. Ну, то есть, он не зада… Потому что мы ему об этом рассказали, он даже боится спросить. Потому что его задача быть подсобником. Он на это пошел осознанно. Понимаешь? Он пошел на это осознанно. Он осознанно стал подсобником. Я хочу больше денег. При этом я не имею вот этого, вот этого и того. И мы… Он осознанно понимает, что он не имеет денег. И если он… Почему ты решаешь вопросы… То есть, у тебя, ты говоришь, есть руководитель направления, бригадиры, да? Да. То есть, ты занимаешься подбором кадров для них? Нет. Вообще нет. Я занимаюсь исключительно… Я занимаюсь набором только руководителей проектов. Даже руководитель направлений мне неинтересно. Только стратегические задачи и только руководитель, и могу работать подсобником у своих людей. То есть, я говорю, пацаны, там, что там делать? Тибетон? Я говорю, я к вам приеду, пару дней поработаю и в статусе подсобника работаю. Понимаешь? Если мне по кайфу. Да, вот сегодня я целый день приехал, но ты видел. Ну, я был в статусе руководителя, в принципе, но это была просто разовая разгрузка, короче, которой нужно было рулить. И то, я позвал своего одного руководителя проекта, вот, грубо говоря, мне нужна помощь, и позвал еще одного, грубо говоря, своего оператора, который я знал, что имеет компетенции разрулить. И вот мы втроем как руководители, и у нас было еще там пять человек, шесть, которыми мы рулили. Нет, это невозможно. Нет, при этом при всем мы оба, ты видел, как мы выглядели. То есть, мы не стали вот так и не смотрели, как они делают. Вот, и это было круто, это было круто, вот так мне нравится. Часть команды? Да, это часть команды. Это семья. Да, у нас семья, это факт. То есть, у нас, я хочу сделать футбольную команду, но на данный момент у нас есть их кривые, косые, короче, и все такое. В футбольной команде не бывает кривых косых, понимаешь, в чем разница? Да лучше пускай будут кривые косые, но родные. Ну, смотри. Да, такие тоже у нас есть. У нас есть такие, понимаешь, вариантов нет, у нас есть такие. То есть, тебе нужен человек, о котором ты будешь проявлять заботу. А жене своей проявляй заботу, а детях проявляй заботу. А здесь он тебя может так подставить, что ты охренеешь просто. Тут вопрос, да. В зависимости от того, насколько. Ну, ты же, в зависимости от компетенции человека, ты нагружаешь его ответственность. Слушай, у меня бывала такая забота, что, короче, ну, вот то, про что ты говоришь. И сейчас чувак реальный срок мотает. Серьезный, понимаешь? И о котором была жуткая забота. И мотает он срок из-за того, что, короче, грубо говоря, он накосячил у нас про компанию. Я чуть не про это. Не, не, не. Ты про это, ты про это. Нет, нет, нет. Да, ты про это. Ты его любишь, и все с ним нормально. Но он тебе садится на ш... Не, не, секундочку. Есть грань, когда ты переходишь, понимаешь? И ты себе потом делаешь зарубку такую, знаешь, прям на сердце. Бах, вам, не знаю, вот здесь где-нибудь, короче. И это происходит. И оно может происходить только в семейных компаниях. Оно не может произойти в футбольной команде. Потому что он до этого не дойдет. Да, согласен. Все. Ну, я так не хочу. А я думаешь, хочу? А я думаешь, хочу? Ну, я в том плане, что у меня нет цели сделать. Когда ты несколько раз такое получишь, возможно, ты пересмотришь свои... Получал. Я достаточно получал. Да, и все мы достаточно получали. Кто что-то добился, хоть чуть-чуть достаточно наполучал точно. Но это, знаешь, как, во-первых, для того, чтобы не разочаровываться, не делай больших надежд. А ты знаешь, что те, кто... Как же я ехал на День строителя и подвез чувака, короче, случайно. Там все перекрыто было. И он мне такой, знаешь, что сказал? Он мне такой говорит, слушай, те, кто, грубо говоря, типа не косячат, и те, кто, ну, грубо говоря, у кого все всегда ровно, они просто берут слабые задачи. Они просто берут... Он еще так это круто высказал, взрослый мужик, прям взрослый-взрослый. И он мне такой говорит, да просто те, кто... У кого все, типа, хорошо, и он действительно не врет, а у него действительно все хорошо. Он просто берет на себя слабые задачи и все. Минимум рисков. Да, 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 и все, да. Вот, но с одной стороны это тоже круто. Да. Вот, что в Москве ты делал? Приезжал, у нас будет очень интересное мероприятие. В Екатеринбурге. Тебе Серега Гапченко должен был по ним говорить. Что ты говорил? Да, форум 100+. И, то есть, прорабатывали конкурс. Нам Академия КНАУФ помогает. То есть, они систематизируют. Ты с Мариной общаешься или с кем? Нет, с Еленой. С Еленой Владимировной Париковой. Все-все, я понял. Руководитель. То есть, типа, формат круглого стола был. И, то есть, обсуждали конкурсное задание. То есть, попытались его немножечко изменить. И у тебя от превышенного формата, когда там просто гипсокартон-малярка. Прикольно. И вот будем. То есть, это будет в рамках развития профессиональных сообществ в регионах. То есть, цель – это популяризация строительных профессий. В Екатеринбурге будет вот эта форма проходить 100+. А тебе зачем это? Мне? Ага. Своё эго потешить. Что эго потешить? Я понял. Но есть пирамида масла. Да. И у каждого человека есть своя миссия в жизни. Да. Цель. Вот моя миссия, вот мне нравится это делать. Я получаю от этого удовольствие. Я получаю от этого отдачу большую. То есть, мне это всё возвращается. 100% возвращается. Причём возвращается так, как откуда не ждёшь. То есть, и вот этот вот эффект снежного кома, когда ты даёшь, тебе возвращается, ты даёшь, тебе возвращается. И вот мозг привыкает. Ну, вначале давай потом бери. Блин, это, короче, оно работает так в жизни. Мне это так работало просто. Ну, вот то, что, грубо говоря, сейчас есть, я считаю, что это вообще, это исключительно случайность какая-то. Конечно. Вообще успех очень сильно зависит от случайности. Да, но при этом ты делал целую кучу, короче, там… Ну, много людей… Ну, количество людей же не видит, да, то есть, ну, грубо говоря, не знает, а ты же понимаешь, что сколько у тебя было, короче, всяких разных шансов и сколько было там… Много людей делают действия, но мало кто из этого количества людей, то есть, добивается реального успеха. А почему так? Я считаю, что это именно вот дело случая. То есть, оказался в нужном месте, познакомился с нужным человеком. А чтобы оказаться в нужном месте, нужно что-то для этого сделать? Конечно. Но, опять же, то есть, 10 человек будут делать, в одного получится, в других 10, которые делали… В этом же месте будет тот же самый человек, но будет говорить чуть-чуть другое, и не зайдет. Возможно, да. Ну, это такая история, курица или яйцо. То есть, философствовать можно долго. Но, в целом, успех – это, во-первых, это уверенность в себе в какой-то степени, даже, может быть, чрезмерная. Когда ты готов взять на себя рисков больше, чем на самом деле можешь вывести. Да. Это первое. Второе – это случайность, удача. Можно ее так назвать, да? Ну, у нас в исламе это называется предопределение. То есть, посредством причин, то, что с тобой происходит. И, ну, желание, прям вот желание, рвение. То есть, ты этого хочешь, ты думаешь об этом, ты пытаешься, делаешь, делаешь, делаешь. То есть, много раз, много повторений, и в какой-то момент это выстреливает. То есть, много примеров приводят, что ты делаешь, 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 на седьмой раз оставил, на восьмой у тебя бы получилось. То есть, нужно пробовать. Если ты действительно в это веришь, ты это должен делать и пробовать. Что бессмысленно делать то, во что ты не веришь. А если ты что-то оставляешь, то значит, ты в это не верил. Да. То есть, это все как бы взаимосвязано. То есть я верю в то, что я делаю. То есть мне нравится это делать. Я вижу результат, я вижу отдачу. У меня есть там при моем странном, казалось бы, подходе к стройке там и учету, то есть у меня, в принципе, все получается. То есть я нашел... Слушай, вот мы сейчас, короче, тронули штуку одну. А учет финансовый? Есть, конечно. Ну, естественно. У меня очень строгий финансовый учет с заказчиками. То есть, ну, я работаю в Excel и считаю, что Excel, в принципе... Верно. Хватает за глаза. То есть у меня есть два вида учета. То есть первое, это финансовый учет с оплатой труда. Это то, что я оплачу. Второе, это финансовый учет по закупке. Да, это личный мой. Второе, это по закупкам. Потому что заказчики дают тебе деньги. То есть больше, ну, практически весь материал покупаю я за редким исключением от каких-то чистовых. И у меня идет отчет. То есть на все объекты свои, все черновые материалы, ну, ты покупаешь лично. Да. А твой руководитель проекта или как там бригадир, вот который вот среднее звено между этими самыми, что его, какая его задача какие? Его задача принять, просчитать, организовать. То есть он делает заявку. То есть к деньгам ты их не пускаешь? Пускаю. Пускаю. Тут вопрос в чем, что тут опять же смыслы. То есть какие смыслы в это ты закладываешь? То есть когда я говорю про учет, то, что финансовый учет на мне, он на мне в плане отчетности перед заказчиком. Да. То есть никто не может там что-то посчитать и отдать даже в плане материала. То есть я должен это все подвести в одну таблицу. Ну я понятно, естественно, да. Но люди получают деньги, они также ведут отчет в Excel. То есть есть таблица, к которой ты даешь доступ. То есть есть OneDrive диск, где ты можешь все диски, все чеки как бы хранить, да. То есть не обязательно там бумажками хранить. У меня была история, когда я два месяца возил чеки, и они выверили. Да. Это классика. Да. Это прям классика. Вот. Поэтому, ну тут в этом проблемы нет. То есть это все легко делается. Слушай, а какой у тебя, ты вот говоришь, я нанимаю только профессионала. Ну то есть уже состоявшихся ребят. Какой средний возраст мастера в компании? 35. А как так получается? Я думаю, что к этому возрасту человек, у него переоценка ценностей, во-первых. То есть он понимает, что не надо заниматься тем, чем не надо заниматься. То, что не приносит денег. Да. И у меня, то есть, бывают прям баталии с людьми. Я говорю, мне не надо этого. Вот оставь вот так. Это хорошо. Этого достаточно. Нет, я хочу сделать. Я говорю, не надо, нельзя. Ну ты понимаешь, ты тратишь время свое, тратишь время мое, тратишь время заказчика. И таких случаев очень много. То есть у меня есть непрописанные техкарты. Там для потолков и для этого. То есть, ну из-за того, что команда сформирована, мы работаем давным-давно вместе. Мы знаем, то есть, как нам и что, ну разумная достаточность. Разумная достаточность. Она всегда присутствует. То есть у меня нету в работе вот этого перфекционизма, задротства. То есть я его убрал как лишнее, ненужное звено. Закон парад. Все это знают. То есть 20% действия дают 8% результат. В основном 20%, то есть это просто ты гвозди в собственную, крышку собственного гроба заколачиваешь. Это никому не надо, никто это никогда не оценит. И ты, пытаясь это потом как-то отстоять, то есть создаешь себе кучу проблем. Может, когда ты захочешь отойти от операционки? Когда это случится? Я не знаю. Вот я думаю об этом часто. Я думаю об этом часто. Но я на самом деле от нее отхожу. То есть у меня... Нет, не отходишь. Ты мне сейчас говоришь, что все подает заказчик. Я в Excel сам делал. У тебя есть сметчик? Нет. Ну вот. И нет закупщика. То есть получается, ты это делаешь сам. Вот. Я, смотри. А если нужно выдать деньги там и так далее, это же, ну, ты там отдал кому-то какую-то часть егеречки там Паше, там отдай вот столько. Да. Ну, как бы там мы там... Учем. И ты между собой там перекрылся потом. Такая история. Вот. Ну, понятно. Ну да, это маленькая семейная компания. Все правильно сказал. Все что я сказал? Ну, для меня, то есть это рабочая схема. Да, безусловно. У меня есть результат. У тебя есть... Ты можешь показать огромное количество проектов, которые ты сделал, получить там рекомендации и так далее. Но ты еще не занимался упаковкой бизнеса вообще. 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 Вот сейчас заметьте. То есть мы видим офигеть, какие слоганы там. Вот это то, это мы там эти, мы там то. И куча красивых картинок, а за ними ничего. А теперь мы... Да, просто фейк чистой воды. А теперь мы видим людей, которые вообще не делают себе рекламу и при этом при всем делают сумасшедшие продукты. Вот как это? Прикинь, совместить, когда ты это совместишь. Да. Ну, я понимаю, что у меня при моей схеме мне не хватит ресурсов все переварить. Но тут вопрос в том, что я просто буду фильтровать цену. Ты... Ну, до какого момента? Я же говорю, вот X2 рынка. X2 типа условного рынка, да, условного, потому что это тут очень сложно. Ну, грубо говоря, допустим. Вот у меня сейчас цель какая? Ввести 3-4 объекта максимум. Максимум 4-й это типа, наверное, нет. То есть при этом при всем... Почему ты меряешь в объектах? Сейчас я объясню. Потому что взаимодействие с клиентом. Потому что взаимодействие, потому что мы в таком сегменте. Если у тебя будет 3 объекта по 1000 квадратов? Да, окей. Или 3 объекта по 150 квадратов? Разница большая. То есть у меня были объекты и выше 1000 квадратов, и средний объект точно такой же, 150 квадратов, 120, 130, ну, короче, выше 100. В Москве 100 квадратов себе купить может вот вообще не каждый. Вот вообще не каждый. И получается, какая история? Я все... Ты все равно создаешь подпроект, ты создаешь все равно вот эти все чат. То есть, грубо говоря, если у тебя будет 10 разных проектов в разных частях Москвы, ну, то есть мы вообще-то, в принципе, работаем между Ленинградкой и Ленинским, то есть мы сразу, я сразу определил, только зашли в Москву, я говорю, все, Ленинградка, Ленинский, максимум. Как только я знаю, откуда там дальше, я дальше не веду переговоров. Ну, и меня звали в Москву, я осознанно отказался. Я не захотел. Внутренняя смета для мастеров, для вообще, для того, чтобы поделить деньги внутри компании, обязательно. Ну, то есть обязательно. Не может быть без этого дальше. Если мы говорим про системный бизнес, когда у тебя больше, чем 3-4 объекта, если даже у тебя 3-4 объекта, смета дисциплинирует. Смета позволяет сделать всю компанию. Как это получается? Когда человек знает, за что он получает деньги. То есть, когда я знаю, за что я получаю деньги. То есть, вот смотри, у тебя делается следующим образом. Ты говоришь, будет стоить 7 этапов по 700 тысяч рублей. Ну, примерно, да, грубо говоря. Вот. И ты понимаешь, что так, четырьмя первыми этапами ты закрываешься и последние 3 останутся тебе пускай еще один на косяки и два точно моя прибыль. Ну, примерно так же происходит. Нет. Ну, а как? В каждом этапе уже заложена прибыль. Естественно, но в конце концов ты все равно ты деньги считаешь в какой момент? Когда у тебя все сдано. Да, понятно. Я закрываю этапы помесячно. Да. В конце месяца, то есть, я делаю отчет по нескольким этапам и получается, что у меня сразу, я сразу вижу. А если там прям закрыт, подписан? Ну, грубо говоря, акт подписан или там у тебя акта нет? Не знаю, там как. Между этапами ты как? У меня есть акт выполненных работ по этапу. По этапу. Ну, я еще ни разу его не подписывал. Нет такой, нет этого запроса. Вот я про это и говорю, что когда ты вот дойдешь до той стадии, когда, короче, ты захочешь вот хотя бы чуть-чуть освободиться от этого всего. Смотри, эти инструменты все есть. Но применять их сейчас, кроме как сказать, что я их применяю, ты придешь прям к этому, запроса нету на это. У меня то же самое. Ну, не совсем то же самое, но я вот уже чуть-чуть, мне кажется, дальше вот просто из-за локации. Здесь так не прокатит. Короче, если... А чем здесь отличаются люди? Для меня отличие... Но твой клиент кто такой? Это бизнесмен. Естественно, это бизнесмен. Ну, выше среднего. Выше среднего, конечно. Бизнесмен выше среднего. Естественно. Но люди везде одинаковые. Вот я считаю существенной равенцами. Нет, везде одинаковые. Нет, не везде одинаковые. Вообще не везде одинаковые. Здесь есть, знаешь кто? Здесь есть люди, которые, короче, ездят на последних геликах, покупают квартиры, короче, в сити, и при этом при всем они тиктокеры. Я согласен. Ну, Окей, я согласен. Твой клиент. Много тиктокеров. Это твой клиент? Ну, получилось так, что да. У тебя есть клиенты тиктокеры? У меня нет клиентов тиктокеров. Есть блогер по меркам краснодара, но тиктокеров нет. Но зарабатывает он чем? Бизнесом. Вот именно это хобби. Ну, этот тиктокер мог жить в Ростове, приехать сюда. Он просто Москва, центр притяжения. Ну, допустим. Я тиктокер, который приехал. То есть он оттуда приехал сюда? То есть он просто нашел себе обстановку под его интересы, под его возможности и запросы. Но человек приехал оттуда. И он приехал сюда, потому что его жизнь поменялась. То есть, казалось бы, клиент выбирает нас, но на самом деле мы выбираем клиента. Тем фильтром, который есть, то есть который мы выстраиваем, то есть определенные барьеры. То есть подожди, в нашем картине мира нас выбирают. Мы выбираем клиента, а в его картине мира он выбрал нас. Ну, потому что мы не центр вселенной. Да, я согласен. Но при всем при этом, это, ну... Ну, как, ну, как бы... Тут, опять же, да, курица и лицо. То есть речь не об этом, но в конечном итоге принимаем решение работать с ними или не работать мы. То есть когда человек хочет... Да. Нет, когда со звездой сошлись. Окей, пускай. Да. Согласен. То есть, да, есть определенный ряд факторов, когда человек захотел с тобой работать, и в конечном итоге ты принимаешь решение работать с ними или не работать. Да, конечно. Это двухстороннее все равно, это симбиоз такой двухсторонний. Но в любом случае, как бы, кто должен сделать первый шаг, там, да, и так далее. Ну, как получится. То есть можно вести агрессивный маркетинг, да, как бы, и заявлять о себе. Да. То есть человек может сам тебя найти. Для меня более ценно, когда человек сам тебя находит. Конечно, да. Потому что это чешет твое эго. Конечно. Вот, а если мы говорим про бизнес, безопасность, а самое главное — уйти. Я вообще не про бизнес. Вот именно. Вообще. Вот именно. Ты перерастешь. Представь, хорошо, если бы не стройка, что бы ты делал? Сложный вопрос. Ну, во-первых, у меня нет образования, как такового. Но у тебя куча образований, как и у меня. Смотри, стройка никогда не была целью моей жизни. Просто ты сам образовываешь, у тебя нет корочек, а это совершенно другое. Именно поэтому 35 плюс у тебя мастера, потому что они сами к этому дошли через боль, ошибки и кучу всего. У меня такая же херня один в один. Все пацаны, которым, грубо говоря, 20-25, еще плавают. То есть я считаю, что хороший мастер, как ни крути, это 30 плюс, короче, потому что он уже наобжигался. Все, у него уже нет этих вот амбиций. Поеду в Дубай, буду делать то, скажу, короче, блин, 50 тысяч за квадрат, короче, а плитка сколько? Вот у меня 7 тысяч, короче, там один раз в жизни случайно сделал полквадрата, короче, и у него вот столько. Ну, короче, это все проходит. И начинается более-менее адекватная работа. Уже человек понимает, что он хочет, куда идет и так далее. Ну, если он-то пройдет, то есть есть и в 40, и в 50. Я тебя перебил. Да. О чем я говорил? Я не помню. У нас сейчас сегодня, короче, мы с темы на тему перескакиваем. Ну, это просто у меня на подкасте, поэтому если это было какого-нибудь системного типа, вы про образование говорили. Чем бы я занимался? Да, чем бы ты занимался? Я кайфую от того, что учу. Я от этого кайфую. У нас прям много общего. Мне это доставляет удовольствие в той сфере. Ну, то есть я считаю себя… Да поэтому я по деньги не смотрел. Я понял, почему. Это скрытая зависть была. Возможно, 100%. Но на самом деле она в каждом присутствует, и я не исключение. То есть у меня… Естественно. У меня очень много пороков, которые мне мешают на самом деле. По поводу обучения. То есть я считаю, что в своей сфере достиг какой-то экспертности. То есть помимо слов, то есть я это и делом доказал. То есть там, ну, условно, там большую стройку выиграл. А в чем ты круче? Сейчас мы не сбиваемся с мыслями, просто мне интересно для себя лично зафиксировать. В чем ты круче? В сухом строительстве или в инженерке? В сухом строительстве. В сухом строительстве. У меня вообще, то есть изначально, я когда… Просто вот здесь у нас похожий путь прям сильно. Когда я принял решение работать под ключ, я сразу знал, что у меня должны быть люди, которые мне в инженерке будут, ну, закрывать эти вопросы. Вот их можно назвать партнерами на самом деле. У меня знаешь, как было? У меня так было. У меня, короче, мне Валера отвечал, говорит, давай вы электрику возьмем. Я говорю, да нахер мы перегородки херачим. То есть давай возьмем электрику. Ко мне подходит Артур, заказчик, короче. И такой, говорит, там типа то-се, там электрики там должны быть. А сюда этот не стоит, подбивает в локоть, такой бьет, короче, типа. Я говорю, слушай, короче, ладно, в общем. Получается, здесь заказчик, здесь этот чувак, который говорит, я смогу, сто пудов мы сделаем, я смогу, давай-давай. Я говорю, короче, мы не делали. А это прикинь сразу, весь этаж в гостинице. Прикинь, весь этаж в гостинице, первая моя электрика, не считая того, что я дома там скручивал какие-то херы, ну, короче, там лампочки подключал куда-то. Этаж в гостинице, с каждым номером свой счетчик, прикинь. И я такой говорю, слушай, Артур, я, короче, ну, вот тут вот есть Валера, он говорит, что он может, короче, я ему верю, я ему верю. Такая история, а ты веришь мне, что мы сможем? Я говорю, если что, ну, как бы там, мы остановимся на середине, как бы, давай попробуем. Он такой, да, блин, рубим там, это же электрика, то есть все. Потом такой, знаешь, такой говорит, слышь, давай. Ну, типа, ты нормальный, ровный тип, раз говоришь, что типа окей, я уже делал ему несколько объектов, огонь. И там Валера такой довольный, да, короче, и мы там, и мы, короче, делаем. Так прикол, знаешь, в чем? Он, Валера собрал первый щит, а там еще было девять на этаже. Вот, и все остальные девять собрал я. Я просто стоял, смотрел за него, я говорю, все, я, короче, буду собирать щит, и я ему не дал ни одного больше собрать, вики. Ну, такая история была. Ну, да. По поводу инженерки, да. То есть, я считаю себя, то есть, базовые вещи в инженерке я знаю, я могу донести это клиенту, потому что моя экспертность в любом случае будет выше, чем у клиента, но ты бы обучал. По сравнению с пацанами, я вообще нулевой. Согласен, то же самое. Вот, просто нулевой. И я сейчас пришел к тому, что все парни, которые у меня работают, круче тебя, они круче меня. Аминь, аминь, так и есть, да, сто пудов. И это прямо, ну, это можно даже сказать, это цель, чтобы люди были круче тебя, чтобы ты у них спрашивал. У меня вся команда, блин, я вот смотрю, короче, думаю, что это я здесь делаю вообще. Я вообще думаю, что в какой-то момент, сейчас я думаю, ну, что мне дать там что-то в руки, инструменты, я сейчас наделаю. То есть, я смотрю на них, то есть, во-первых, у меня как бы уже навыки уходят там на второй план, то есть, мышная память. Если ты не практикуешься, конечно, у тебя мышная память ушла. У тебя мышная память нету. Я думаю, блин, я так не смогу. Я недавно себе так ударил, короче, это же такой простейший, это же такой простейший косяк, который, в смысле, он у меня в базе просто, просто в базе. Я такое беру, я вспоминаю это чувство в 2007 год, когда я себе, короче, прохерачил нормально. Я такой думаю, вау, Рубин, что это было сейчас такое? Вот. Я себе битой просто ударил, саморез соскочил, я битой ударил, как просто, как просто не знаю кто. По поводу обучения, то есть, ну, ты не связывай это с тем, чему бы я учил. То есть, потому что, если бы не стройка, я бы занимался обучением вне стройки. естественно. Поэтому там, чем учить, то есть, сам процесс мне интересен. А учить может тот человек, который не разбирается в процессе? Да. Я уверен, что может. Потому что тут вопрос, ну, он тему должен изучить в любом случае, он должен понимать, о чем он говорит. Но вопрос, что навыки преподавания, они не приобретаются. Они у человека, как бы, ну, с рождения, можно сказать. Поэтому у меня есть один и один коэффициент для ментора всех компаний. Я тебе серьезно говорю, есть мастера, которые получают 100%, и точно такие же пацаны, которые могут учить. То есть, они чуть-чуть, они вот прям на столечко больше зарабатывают, но при этом, при всем, они передают знания, и не для меня цены, я с ними больше разговариваю, больше общаюсь. Это определенный тип, что у меня есть мастера, которые говорят, слушай, Рувим, короче, мне, даже ученик, ни в коем случае, мне подсобника, вот который хочет зарабатывать бабки, меня интересует только чек, все, я ничего не хочу больше, все, мне нужен подсобник, все, пожалуйста, мне подсобника. А есть человек, который говорит, который, знаешь, такой, встанет, он покажет, расскажет, там, то все сделает, пятое-десятое, он будет немножко менее эффективный, но у него призвание учить, их надо отличать, этих людей, и они тоже важны, потому что тебе не могут приходить люди, которые вот только, короче, вот прям, ну как, у тебя в любом случае есть в компании чуваки, которые только начинают, такого не может быть, у тебя 40 человек, у тебя не могут быть все быть, короче, вот, ну типа топ и стоп, по-любому есть люди, которые только начинают, и они с кем-то, кто-то за них отвечает, и тот человек, который за них отвечает, это определенный склад ума, это не какой-то, это определенный склад ума, который, вот я всегда, когда мне кто-то что-то спрашивает, я за себя уже ловлю на мысли, что, короче, я начинаю учить, я вот себя помнил, я только-только, что-то там лазер научился пользоваться, я уже там линейкам всем показываю, когда вот нужно делать так, так, Ну, типа, блин, это вот просто зашито. Но у меня чуть другая модель. То есть у меня есть люди, которые, скажем так, делают не самые сложные работы, как правило, подготовительные. Их там 3-4 человека. Они на постоянке, они на окладе. Прям на окладе? Есть люди прямо на окладе? Да, они прямо на окладе. Да, у них есть мотивация, премиальная часть. То есть у тебя есть, вот у меня есть люди на окладе, это офисные работники. Все, кто работают в поле, у них проценты. Ну, то есть у них зарплата. Нет, они... Привязаны исключительно к цене. Я понял. То есть, да. Нет, это у меня чисто... у них чистый оклад. А кто за них следит? У них есть выработка и так далее. Конечно. Но у меня нету планов. Мне повезло. У меня в моей команде очень много мусульман, с которыми я работаю. Да, это важная часть. Это ментальная история. Да, это ментальная история. Я согласен. Даже если я сделал... Я работал с ребятами. Если он сделал мало, я знаю, что он приложил все усилия для того, чтобы сделать максимум, что он может. Я не проверяю, сколько он сделал. В любом случае, да, то есть есть момент контроля, есть момент там каких-то наказаний. Он тоже присутствует. Может, Павел убил. Окей, возможно. Ну, не то, что убил, а ты перестроился бы. Ты бы перестроился. Ну, то есть я сейчас ни в коем случае не хочу там ничего задевать, но я вижу, знаю людей, которые, несмотря на религию... Вот есть правоверные мусульмане, а есть не очень. Тут вопрос в том, что это мои близкие товарищи, как правило. Ну, не то, что товарищи, я их знаю. Да. Я их знаю. И наша внутренняя ответственность друг перед другом, как у меня перед ними, так и у них передо мной, она очень высокая. У меня были случаи, когда я привлекал там людей со стороны, то есть в надежде, что они точно такие же, но они такими не оказывались. Да, ни фига такими не оказывались. Да, но это опять же история там фильтра. То есть ты фильтруешь людей, а с тобой остаются самые такие, ну, преданные, можно сказать, да, не самое лучшее слово, может быть, но те люди, которые ценят. Которые определенную часть жизни с тобой по пути. Ну, у меня прямо вот, у меня есть история, что они перерастают из, ну, разнорабочего, то есть видно у человека там, к чему есть стремление. То есть ему постепенно там какие-то простые задачи даются, ты видишь, если он с ними справляется, ты в какой-то момент можешь ему предложить, там, хочешь попробовать не на окладе, а на здельщине. Да, то есть есть там фиксированная стоимость по каким-то позициям, к примеру, ну, скажем, не знаю, там. У меня оклад только знаешь у кого? Как ты думаешь, у кого у меня оклад есть? Те, кто продакционно занимается. Нет, это вообще отдельная история. Я говорю, те, кто работает на стройке, то есть когда ты приходишь, первый месяц должен заработать за оклад. Мы тебе, возможно, дадим премию, но мы никогда ее не обещаем. Мы даем тебе минимальный оклад в любом случае, это суперфильтр. Суперфильтр. Ну да. 30 тысяч рублей. За 30 тысяч рублей ты должен пахать месяц. Вот. Может быть, может быть, но мы об этом никогда не говорим. Ты получишь премию. И сейчас ты тоже об этом не сказал. В 90% случаев ты получаешь ее, ну, сам факт, короче. Ну, то есть ты на это не должен рассчитывать. Ну, ты, конечно, да. Это важные слова. Да. И это как бы, ну, такой фильтр хороший, кстати, то есть захода. Причем даже не важно на какой-то... Ну, ты сразу отсекаешь. Ну, да, те, кто, короче, только бабки, ну, как бы, блин, бабки важно, очень нужно. Ну, тот человек, который приходит рассказывать тебе о деньгах, то есть... Первый же день. Да. То есть, ну, скорее всего, то, что не тот человек. Да. Потому что я всегда парням говорю, что деньги – это следствие твоей эффективной деятельности. И они в любом случае к тебе придут. Не бывает так, что ты делаешь что-то хорошо, а деньги не приходят. Я всегда так говорю. Такого не бывает. Но если ты во главу угла ставишь именно финансовый вопрос, все, что построено на финансах, то есть, как правило, рано или поздно, то есть, заканчиваются финансы, заканчиваются отношения. Да. Поэтому здесь история такая. Для меня очень важный момент, то, что я, то есть, уверен, что те, кто со мной работает, не скажут за меня, там, в плане того, что я кого-то там по финансам обидел, но я ставлю жестко, как бы, критерии условия, ну, условия, да, определенные. То есть, мы с тобой договорились, все, то есть, есть наша договоренность, мы ее выполняем, как я перед тобой, так и ты передо мной. Все. И мы на этих договоренностях. Слушай, ну, а вот эти все ребята с кредитами, нужно срочно и так далее, как ты с этим борешься? У меня есть люди, которым я помогаю. Ну, могу помочь. Все очень, скажем так, индивидуально. То есть, все зависит от человека. Бывает человек, которому, ну, помощь, ну, это ему идет только во вред. Да, стоп, вот красавчик. Очень много раз было так, что я, короче, даю деньги и понимаю, что я такой грех на душу взял, вот реально взял, для того, чтобы успокоить свое эго и то на чуть-чуть, а потом получить большую обратку обратно эмоционально. Ну, вопрос вообще, ну, это, скажем так, проблема советского воспитания. Когда нам говорили, то есть, не отказывай, дай, там еще в детстве даже, дай игрушку, почему ты жадничаешь, почему, то есть, нам сложно сказать нет очень многим. То есть, когда ты, в принципе… Ты откупаешься просто. Да, ты имеешь, ты имеешь моральное там право, то есть, сказать нет, отказать. И я, ну, то есть, в какой-то момент я для себя понял, что, ну, я имею это право, я часто отказываю. То есть, у меня есть возможность, но я отказываю, потому что, ну, я понимаю, что это не пойдет во благо. Да. То есть, это может либо испортить отношения, либо человек там расслабится, ну, ну, все индивидуально. То есть, иногда можно… Я провожу часто целую… Я, более того, я хочу написать документ, почему не нужно давать друг другу в долг. Ну, я серьезно говорю. Ну, то есть, внутри компании давайте не будем давать друг другу в долг. Если ты можешь подарить или отдать, ну, делай, не давать в долг. Ну, да, есть такое слово. То есть, дай столько, сколько ты готов подарить. Да, 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 да. И как бы, ну, люди просят чуть больше, чем… Люди просят часто чуть больше, чем ты можешь подарить, и ты им все равно даришь эти деньги, потому что по факту ты потом им даришь. Только по факту потом ты делаешь плохо себе, его близким зачастую, зачастую его близким, и это просто жопа просто. И потом, ну, то есть, все плохо становится, прям все плохо становится. Поэтому я говорю, то есть, ну, вот, нужны некоторые такие штуки, ну, в моем мнении. Ну, согласен, но я не могу лезть в отношения. Вот опять же, по поводу модели поведения. Если какой-то приходит человек новый, да, то есть, он приходит там к какому-то там бригадиру, то есть, в какую-то команду вливается. Да, однозначно. Я не лезу во внутренние отношения этой команды вообще. Я тоже. Не в финансы, ты лезешь. Ну, я стараюсь не лезть. Ну, ты сейчас сам говоришь, что ты ставишь его на оклад. Стоп, секундочку. Я ставлю на оклад. И в единственном случае, первый, кто-то пришел. Вот он пришел, но при этом не я ему плачу. Ему платят. В этом вся фишка. То есть, у меня даже прописано, короче, из чьих денег мы платим ему, грубо говоря, этот оклад. Такая история. То есть, это на себя берет, по сути, руководитель проекта. То есть, если он переходит с нескольких проектов, ну, там, опять же, перейти с проекта в проект можно, только если руководитель направления, прораб, сказал, что, типа, все нормально, да, он, типа, все сделал, все. То как бы он там хочет, типа, только по белому и нормальному. Если ты вот здесь, то есть, перекупа, грубо говоря, сотрудников друг у друга из объектов в объект, это недопустимо. То есть, можешь уйти вместе с ним только на улицу. Это единственное, куда ты можешь перейти. Только на улицу, и все. Это я выбираю слова. Вот. Куда можно перейти. Кстати, мне парни сказали, то есть, договори свое имя, что подкаст без мата. Она сама по себе. Я и так знаю, она не сама по себе. Я к этому даже готовился, конечно. Настраивался? Да, да, да. Но это уважение. Это как бы, ну, есть такая история. По поводу взаимоотношений, то есть, если приходит новый человек, он, как правило, ко мне бывает, приходит запрос, то есть, я хочу быть электриком, например, у тебя в команде. То есть, есть там Олег, кто занимается всей электрикой у меня на объектах. Да. Он самостоятельный, то есть, полноценно самостоятельный. Он может работать что со мной, что без меня. Но у нас такие выстроили взаимоотношения, что ему со мной работать комфортнее, чем с кем бы то ни было. Да. То есть, потому что я перекрываю кучу вопросов, потому что у нас на объекте нету каких-то текущих, нерешенных моментов, которые будут тянуть. Да, которые тянут. То есть, он пришел, все решено, он сделал и ушел. У него нету соплей, нету переделок. То есть, мы это минимизируем. Потому что вот эти вот ошибки, переделки, ожидания решений – это самое тяжелое. И у меня самые сложные объекты там, где есть авторский надзор. Да, естественно. Когда мы зависим от решения дизайнера, то есть, это очень тяжело. То есть, тебе нужно сегодня что-то сделать, человек уходит в прострацию там на неделю, на две, и ты там тормошишь, нужно решение, нужно решение, нужно решение. То есть, ну, у тебя разграниченные… А если бы у тебя был регламент остановки работ, который подписал бы этот дизайнер или этот клиент, или эти… Все, как только у тебя чего-то не хватает не по твоей вине, ты просто молча, молча присылаешь остановки работ. Это не портит отношения с клиентом. Ты говоришь, это в твое же благо. Это для твоего же блага. Окей, хорошо, смотри. Ты планируешь работу. Да. У тебя есть план графики. Да. И тут бах, что-то случается. Ты говоришь, у меня, короче, остановка. Почему? Ты просто прикидываешь, ты просто присылаешь смс. Не, не так, не так. Я сейчас даже не про отношения с клиентом. Я про тебя и пацанов. Да. То есть у тебя расписано, что ты сегодня на этот объект, через два месяца на другой, через три месяца на третий. Да. У тебя есть определенная готовность каждого объекта. Ну, в идеале. Да. Это идеальная картинка, у меня не так. Ну, идеальная картинка. У меня так. Давай. То есть я прям вот, я планирую прям. То есть на два-три месяца вперед мы планируем, на какой объект мы пойдем. Не, ну, смотри, планируем, опять же, вот планируем. Да. То есть на грубо говоря. Но ты можешь, то есть у тебя два-три объекта вперед стоит? Дело не в... Ну, да. Нет, не то, что объекты вперед. Загруженность всегда есть текущая. И эта текущая загруженность там на 3-4 месяца. За эти 3-4 месяца в любом случае объект приходит. Ну, допустим, да, ладно. И, то есть она вот так циклично, то есть продолжается. Сейчас чуть о другом. Когда ты говоришь о том, что я останавливаю объект, что в этот момент должны делать пацаны? Собирать инструменты и уходить? Нет, они могут работать дальше. Ты просто говоришь... Это не фейк. Это инструмент того, чтобы у тебя быстрее появился материал на объекте, решение от дизайнера. Они же не уходят. Но они же не уходят. Но могут уйти. Взять и уйти на другой объект. Но они не уходят. При остановке. Понимаешь, при остановке. То есть мы говорим, что у нас, допустим, мы, вы сказали, сделаем за 4 месяца. Ты просто не понимаешь. Я тебе еще раз говорю, в Москве это другая история. Здесь жестко. То есть здесь жестко. Здесь, короче, плюс-минус, я сейчас снимаю квартиру моим хорошим клиентам. Я снимаю им квартиру. Знаешь, почему? Потому что мы покрасили зеленой краской потолок и не получилось. И мы должны были сдать. Это не Москва. Это Краснодаре тоже такое. Я понимаю, да. И как бы, ну, и мы решили, как бы, что, ну, как бы, окей, мы не успели въехать в квартиру, мы на сдаче. Давайте мы, как бы, снимем вам квартиру. На что клиент сказал, окей, хорошо, столько процентов вы платите, столько я плачу. Пожали руки, мы снимаем квартиру клиенту. Понимаешь? То есть, как бы, и, ну, короче, то есть, и такие штуки, они важны. А если мы, мы, это мы полностью признаем косяки всегда, полностью. Но есть такой момент, что если бы у нас были акты приостановки работы или что-то еще, ну, грубо говоря, ты потом просто говоришь, ну, вот у нас просто растянулся график. То есть, да, у нас подписанный какой-то график там, из себя часто требует, а особенно если твои ребята бизнесмены, и бизнесмены не на лайте, а бизнесмены, у которых есть, которые понимают, что такое бизнес, и ты изначально им продал, в принципе, себя как компанию, которая позиционирует, что у тебя будет все хорошо, ровно, и не только по-братски, а именно ровно, бумажечки тебе пригодятся. Хотя бы даже просто, просто, как сказать, иметь лишний козырь в рукаве, в случае чего. Почему этот козырь нельзя заменить перепиской в WhatsApp? Слушай, этот вообще WhatsApp не разрешен у нас. В смысле? Ну, мы в WhatsApp исключительно с некоторыми... Ну, окей, не важно, Telegram, Messenger. Можешь, ты можешь кинуть его, конечно, кинем его в WhatsApp, кинем его в Telegram, ну, бумажку, о том, что, слушай, ну, короче... И он на нее по-другому посмотрит, понимаешь? Он такой, бах, такой, приостановили работы. Вот ты должен соответствовать всему в этом плане. Да, конечно, это и тебя дисциплинирует, и всех вокруг дисциплинирует. Вопрос, не получится так, что у тебя полный хаос, а бумажка есть. Не получится, конечно. Это полностью должно быть, но это бюрократия, я не хочу с ней связываться. Ты придешь к этому? Возможно, я это не исключаю, не говорю, что этого не будет, но сегодня она мне не нужна, и я без нее чувствую себя очень хорошо. И у меня есть потолок... Ой, точнее... Хорошо, давай сейчас будем финалить, короче, подожди, я не буду тебе серию вопросов задавать и прочее, мы кайфово поговорили, нахер, даже не буду. Можешь ты мне задать? Тебе писали люди что-нибудь? Ну, всякую дичь. Всякую дичь, давай на дичь ответим. Я же этот самый, как бы это сказать. Я люблю критику, я знаешь, более того, когда мы там что-то делаем, вот у меня там отдел продаж, допустим, работал, день строителя мы продавали, вот, и я говорю, найдите, пожалуйста, мы же продавали по тем, кто у нас уже был и так далее, пожалуйста, найдите мне самых жестких, короче, моих хейтеров, вот самых, вот те, кто сказали, рувим, да, это же, короче, там же, пожалуйста, найдите мне этих людей, я с ними буду говорить. То есть, поэтому я с удовольствием отвечу, короче, на вопросы. Нет, там вопросы тупые, там типа подстригись, там, ну, тупые. А, я понял, все, ладно. Да, там ничего такого. Тогда ладно, все, окей. Я могу тебе вопрос задать. Давай. У меня есть, допустим, я, допустим, ты часто говоришь о том, что рынок в 2008, 2009, 2010 году был другой, то есть, все развивались, ну, даже вот так, скажем, приоритеты. Для меня он был точно другой. И для тебя в целом он был другой. То есть, ценности были другие. То, к чему стремились, другие вещи были. Да. И раньше люди, то есть, которые, то есть, были мастерами, у которых не было информации, для них самая ценность была в информации именно. Да. Доступ к этой информации. И они все стремились, то есть, к семинарам, каким-то там общением с производителями, с технологами, как это сделать, как кто сделать. Там же бум был, вот этих техкарт, там, куча, там, 92 подхода, там, к стене и так далее. Да. То есть, каждый начал этим заморачиваться. Сейчас ценности чуть поменялись. Да. То есть, у нас там успешный успех, денежные деньги очень сильно стало превалировать в инфополе. Да. Очень сильно. И у людей, то есть, ну, те, кто пытались учиться, то есть, они научились. Да. И сейчас дают, допустим, инструменты для того, чтобы зарабатывать много денег. То есть, история франшиз. Да. Которая сейчас очень популярна стала последние два года. Да. То есть, начиная от Элис. Да. И, в принципе, по этой схеме пошли все. Ну, эти франшизы, на самом деле, это не что-то новое, просто ее переформатировали под стройку. Они перешли в нашу жизнь. Да. То есть, они были в кофейнях, были там, в ресторанах, были где-то еще. Теперь они... Никто этого не придумал. Да. И в инфополе сейчас этого очень много. Достаточно, да. Ценности стали меняться у строителей. Не у всех, но да, согласен. В целом, конечно. То есть, в сферу много людей пришло ради только денег. То, что транслируют сейчас в инфополе, именно успешный успех, он как бы превалирует над теоретической частью, познавательной частью, которой рынок именно качественно будет поднимать. Это легендный вопрос, только задай его, пожалуйста. С точки зрения именно исполнения, то есть, качества на рынке. Не считаешь ли ты, что ты в том числе... Ну, не так. Вот есть лидеры мнений. Да. У тебя есть определенная аудитория. Да. И ты хочешь ты или не хочешь, ты можешь говорить, что мне по кайфу делай, что хочу. Да. То есть, я живу как хочу, у меня ценности меняются и так далее, но не считаешь ли ты, что ты несешь ответственность за ту аудиторию, которая тебя смотрит еще с того времени? Считаю. И то, что ты транслируешь, то есть, те ценности, которые ты транслируешь, это очень важно, то есть, ты должен очень избирательно к этому подходить. И вот я тебе вопрос, какую ценность сейчас ты несешь? На данный момент? Да. Вот кроме того, что ты часто говоришь, то есть, я делаю, что мне по кайфу, я кайфую. Я понял. Для аудитории. Сейчас мы... Хорошего, я понял. Какую ценность, что я делаю сейчас? Вот смотри, когда я штукатурил сейчас, я прям развел, как ты развернуто задал вопрос, подошел, я так же постараюсь ответить. Так вот, когда я штукатурил и рассказывал про штукатурку, я клянусь тебе, вот клянусь, я не то, что не думал про то, что я получу какие-то заказы оттуда. Я не то, что не думал про какие-то подписчики. Когда я создавал YouTube на канал, когда я первое видео записал, я не знал, что есть каналы, понимаешь? Я не знал, что есть каналы, то есть, я вот просто как бы смотрел что-то, я просто там написал Алексей Земсков вечером, приходил, там два новых видео каждый вечер. Охренеть, я не понимал, как такое может быть. Для меня тогда это было нормально, я не понимал, что это проект, грубо говоря, что это специально делается, я не понимал. У меня не было понимания, я настолько не понимал. Одним дублем я снял видео. Так вот, когда я выпускал видео про штукатурку, когда я выпускал видео про стяжку, когда я выпускал видео про плитку и даже про электрику, короче, я искренне просто делился знаниями, я не понимал, то есть у меня не то что цели не было, у меня не было даже такой портфолио, я не знал, что такое. Ну, короче, я вот просто, мне было хотелось, я не знаю, как это объяснить, мне просто тупо хотелось. И, короче, что дальше происходило? Я стал частью какого-то комьюнити, причем я стал прям частью комьюнити, то есть я не просто смотрел, а я прям стал частью комьюнити. Той небольшой частью людей, которые пытались стать блогерами. Да, той небольшой маленькой частью, вот, и потом, естественно, дальше, 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 так вот, а потом я стал, потом я стал снимать влоги чуть-чуть на отдельном канале, потому что я понимал, что мой канал только для людей, которые смотрят и хотят работать руками, вдумайся, я сделал огромную ошибку стратегическую, я создал лайв-канал, на котором мы с моими тем, той семьей, которые мы строили, мы стали снимать прикольные видосы, я каждый вечер на вопросы отвечал, я залил, не знаю, 100 видосов, короче, там 11 тысяч подписчиков или там 15 до сих пор, вот, грубо говоря, и это было так, я должен был это делать на основном канале. Я протупил, то есть это была моя стратегическая ошибка, так вот, но при этом при всем на своем основном канале я дальше начинал выпускать ламинат на стене, установка ванны, там несколько миллионов просмотров, там 350 градусов плитки и дальше, 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 вот. Потом в этот момент к тебе приходят, к тебе приходят первые рекламодатели, и ты, про что ты говоришь, это инфотема, короче, ты откидываешь, и ты начинаешь откидывать 90% входящего какой-то рекламы, если ты не видел, если ты видел, я не делал ни одной рекламы какой-нибудь залипухи, ну то есть вот то, что откровенно. Светонитом со шпаклевкой Ну, может быть. Это, кстати, самый большой чек, это был на тот момент самый большой прям чек. Мне предложили сумму, от которой я не мог отказаться, короче, вот. Но мы что делали? Кирпичи. Все делали кирпичи, мы там сделали кирпичи, короче, вот, из витамита. Казалось бы, по сути, мы-то не про шпаклевку говорили, мы говорили про… То есть я даже это постарался обыграть. Вот, да, это было… Не совсем удачно, но попытка засчитана. Да, 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 то есть как бы, ну, грубо говоря, потому что, ну, прикинь, то есть ты получаешь, короче, там, 2-3 своих, грубо говоря, месячных зарплаты, и ты такой суперсоблазн, суперсоблазн. Ты такой, ну окей, вот. Повторил бы? За 2-3 месячные зарплаты сейчас? Нет, тогда вот. Нет, нет, подожди секундочку. Тогда, да, сейчас. Сейчас за 2-3 месячные зарплаты я бы тоже повторил. Просто эта сумма вообще другая, понимаешь? Абсолютно другая. Вот, и поэтому, то есть дальше, то есть что происходило потом? Потом я решил сделать, то есть потом у меня получилось так долгое затишье. Я приехал в Москву, короче, мне туда-сюда, потом я стал делать понедельники. Именно понедельники. Ты зря не смотрел понедельники, потому что каждый понедельник, то есть у меня именно вот эта сумасшедшая лояльность появилась из-за понедельника, потому что каждый текст, каждое слово, которое я там писал, я не нашел никакого копирайтера, никакой фигни. Огромное спасибо Церезит за то, что они разрешили мне делать контент только с надписью Церезит. Больше ничего. Они от меня не требовали ни хрена. В течение трех лет, прикинь, короче, сколько мы сделали контента. Так вот, я все полностью писал из своей жизни. Вот просто тупо из своей жизни. Вот то, что я читал, я стал читать книжки, стал применять вот эту всю херню, короче, в своей жизни, короче, вот. И я просто все ситуации перекладывал на стройку. Это простая штука, на самом деле суперпростая. Любую практически психологическую штуку можно переложить на стройку. И я просто превратил такой психологический строительный психолог, да, так называют. Какие-то советы я стал давать на основе своего опыта и психологических каких-то штук. Все, это прикольно залетело, то есть она прикольно работала. И я действительно считал это суперценным, то есть на тот момент, то есть даже сейчас считаю, просто я сейчас не готов. У меня слишком много проектов. Я очень много сил и ресурсов тратил на это. Это просто была какая-то гонка марафона просто. Ну прикинь, каждый понедельник. Это выдавить готовый текст. Перегореть можно очень сильно. Текстовое видео, прикинь. И это было очень сложно, с учетом того, что мы делали это вдвоем, но писал я все сам. То есть весь текст и все съемки, неважно, где ты находишься в Сочи, Монако, в Беларуси, там не знаю где, короче. То есть ты делаешь, короче, ну, грубо говоря, этот контент. Пофигу, короче, тебе. Ну, это была супер дисциплина на человеком, который не был дисциплинирован. Так вот, сейчас я считаю, что тот контент, который мы делаем и некоторые из проектов, которые я делаю, позволяет, вот сейчас будет очень такая вот пафосная штука, но я понижаю средний возраст строителя, ремесленника, который работает, не знаю, в России. То есть как бы там ни было, мы передаем сейчас огромное, то есть мы делаем несколько проектов, которых еще многие даже не знают. Мы повернем индустрию сто пудов. То есть то, чем мы сейчас занимаемся, все вот подкасты, которые вы видите и прочее. И вообще рывок и скачок качественного другого контента, он произошел уже у меня давно, то есть, но сейчас он перешел еще на следующий уровень. Это прям видно, прям заметно. То есть мы там стали делать, допустим, мы там сделали марафон, да. Опять же, как появился марафон? Вот эта вот история. Или день строителя. Это абсолютно, абсолютно органически. То есть просто был запрос. То есть вот был запрос от производителей. Причем мы сделали, представь, мы сделали дни строителя без, грубо говоря, выставления стендов. Это вообще жесть была. Вот сейчас второй мы сделали, там были стенды, но стенды были какие? Было четкое правило. У каждого производителя, у Петровича, у Кнауф, у всех остальных, вы имеете право делать только развлекательный стенд. То есть Кнауф сделали там гонки-машинки, кидать дротики, всякие такие эти самые, там Петрович били там эти самые, перетягивания, выстрелы всякие. То есть мы сделали праздник. То есть производитель не рассказывал про свой продукт, он сделал праздник. То есть он выставил интересные стенды с интересными, короче, какими-то активностями. Вот. То есть это было правило, потому что мы, у нас праздник. Мы сделали праздник, именно поэтому он так зашел. То есть ну он прям, он, он, он столько зашел, что просто там жесть. У меня там отзывов вот просто, просто вот такая тонна и я считаю что как опять же грубо поднимаем культуру и так далее какие ценности мы несем я считаю что я рассказываю про то что можно а в нашей сфере быть не изгоями ну то есть не какими-то там не чуваками сейчас на данный момент я докажу что нужно образование то есть потому что все мы ты я и огромное количество чуваков которым по 35 лет вот эти наши ребята которые у нас работают получили образование каким образом путем проб и ошибок путем проб и ошибок и сделай как я то есть мы где-то смотрели какого-то чувака это понимали что что-то не так и короче на и сами там бились 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 и мы то есть есть представь себе если бы был какой-то чувак который сядет вот так перед тобой и просто даже не показал если показал это вообще супер просто хотя бы рассказал основной пул ошибок просто рассказал слушай смотри делай так ты бы часть пропустил мимо ушей естественно пока сам бы все равно попал бы в это но какую-то долю ты бы взял бы от этого из 100 пудов совершил гораздо меньше то есть поэтому я считаю что мы омоложаем строителя в россии вот такая вот как бы это пафосно не звучало я люблю пафосные штуки там на порядок выше и меняем мышление смотри иначе ну короче моя тема окей еще вопрос считаешь ли ты что назову это грубо что ты за вот свой вот этот период блогерства на глобально переобувался ну понимаешь да что я вкладываю то есть когда ты допустим нес одну ценность да я понял считаю что нет возможно я сейчас скажу что-то не то но я думаю что нет то есть я шел по тем у меня как раз таки органический да у меня было мел у меня было у меня было очень органический рост я не вышел и не сказал короче делаем компании там лето поля если вас двое вы компания я ни хера так не понимал то есть я шел от потихоньку то есть я показывал потихонечку я дошел к тому что я рассказывал то есть нет такого что почему мне очень легко там не знаю там тысячи человек в зале мне похер сколько бы человек в зале я говорю я беру микрофон и говорю сейчас задаем мне самые жесткие вопросы любые которые есть и хожу сам с микрофоном и даю людям потому что я считаю что я не переобувался какой самый жесткий вопрос слушай да разный там вплоть до того покажи там этот самый каково там расчетный счет раз там два миллиона показывал раз там и в чём мне скажет я самый прикол птс покажешь ряд мерседесов там у тебя такие номера это не твоя машина это лучшая тема и самая крутая это просто так знаешь раз птс показываешь и все ты же не у тебя у тебя московские номера ты не можешь короче быть я давно москвич или там недавно москвич неважно какая разница то есть грубо говоря я просто показываю вот смотри ну короче то есть вот есть моменты когда ты должен доказывать то есть а супер жестких таких ну смотри чем меня чем можно задеть человека то есть обманом если он честко обманывает и переобувается часто меня бы уже навтыкали тысячу раз я считаю что я глобально не переобувался если переобувался скажи мне об этом мы можем разобрать этот вопрос ты же просто спросил как бы ты же ну как-то почему ты спросил ну я всем воздаю а я понял считаю что нет то есть считаю что нет возможно у меня менялись ценности да я был мастером прикинь то есть сама то есть я был мастером и я искренне не понимал что люди делают в офисе у меня сейчас работает 17 человек в офисе 17 с белой зарплаты с белой зарплаты понимаешь то есть как бы ну а я иски а когда был вот мне было там 19 20 лет я пришел там в офис лампочки менять такой думаю что вы здесь делаете лодыри ну что я вот работаю в тот момент у меня было такое мышление переобувался ли я с того времени ну хрен его знает может быть вырос это называется не логическое изменение да да поэтому считаю что не давать еще ты против прайса я на нет на более того не сметы бойсовая система взаимоотношений когда клиент не знает итогу когда ты вот по факту просто нет я прям против нет я предвариловку я я делал я я говорю у нас вилка то есть нет и чем мы должны просчитать мы чуть не понял то есть есть допустим я работаю квадрат ты говоришь о том что должна подробная смета до должна подробная смета есть есть работа по прайс есть работа нет я про я делаю 3 я даю сумму и говорю что мы вот в эту сумму плюс-минус уложимся но она будет расписана вот так потому что мне нужно внутри вот у нас вилка там плюс-минус короче я даю вилку как раз таки то есть и я ее обосновываю если мы туда не уйдем будет вот так если мы уйдем внутренние еще раз говорю заказчику мне просто даю полную все до каждого дам до каждой ну как смотри мы допустим убрали фрезеровку то есть это было очень сложно сделать потому что это она постоянно мы оставили только типы коробов потому что любой потолок состоит из каскадов коробов какой бы он не был то есть из двух или из трех то есть п-образный г-образный и тогда все больше не бывает просто бывает пешка гешка все больше ничего не бывает то есть говорю ли мы оставили несколько типов коробов или и световой разрыв все вопрос сейчас сейчас объяснил то есть мы оставили несколько позиций то есть мы не дробим знаешь как там некоторые там ходит чуть не до самореза то есть я стараюсь него бы не сме ты понятно да Тут о другом речь. То есть ты с Аней когда общался, то есть смета или прайс? Смет, да. И за что? И за смету. За смету? За смету. Против прайса? Не против прайса, а я за смету. Прайс, смотри, прайс. Что позволяет мне сделать прайс? Он позволяет клиенту понять примерно, где ты. Ну, примерно. То есть, опять же, это все суперсуприровано. Тут вопрос о другом. То есть взаимоотношения по прайсу, когда ты говоришь, то есть мы работаем, вот вам расценки, сколько это будет стоить. с клиентом, если ты, ну, грубо говоря, вот что-то случилось. У меня такого не было, я не знаю. Я просто тебе, ты скажешь, я закрыл этап, вот акт вот этот этап, мы расстаемся. Легко. То есть я работаю по предоплате за этап. Если у человека нет денег на следующий этап, мы его не начинаем. Да, ну, понятное дело. По предоплате 100% за следующий этап. То есть ты говоришь, короче, вот следующие 700 тысяч. Да, 700 тысяч, да. То есть мы этап закрываем, но у нас 700 тысяч на следующий этап. Ну, верно. То есть, по сути, вид сбоку у нас так же. Просто у меня это статья расходов, не совсем этап, а, допустим, гипсокартоновые работы. Вот. То есть есть материалы, статья расходов, есть работы. Вот. Ну и управление. Да, управление отдельные бабки, они там по-разному. То есть можно за месяц, можно, короче, 10% сверху, там 15, 10, как ты говоришь. Вот. То есть, соответственно, по сути, точно так же. Вот. То есть мы должны у себя один другому, грубо говоря, сдаться дальше. Но, если в случае, представь себе ситуацию, при которой ты говоришь сейчас, что в твоем случае, конкретно в твоем, то, что ты говоришь, у тебя работает, грубо говоря, семья, а у нас, у меня есть дальше. То есть человек набил подвесы, грубо говоря, и говорит, я, короче, все, там типа ушел. Вот он сделал каркас, и говорит, я дальше не могу, там, он заболел, он попал в аварию, ну попал в аварию, ладно, по-другому решим. Но если, короче, вот что-то случилось, да, грубо говоря, каким образом дальше передается эта работа? Все, у меня все очень просто. У меня есть работы, которые, есть этап, этапность, грубо говоря, за которую нужно заплатить. То есть прокладка кабелей. Что такое прокладка кабелей? И вот тут уже приходит техкарта. Прокладка кабеля у меня конкретно. Это означает, что, короче, заведено в подрозетник, вырезано, и там сделано. Не скоммутировано еще. Но мы уже знаем, где что, потому что у меня в регламенте на том конце провода у меня должна быть, я тебе сейчас могу показать, должна быть наклейка. Все, вот если эта работа сделана, ее можно вот легко классифицировать, мы тебе за это заплатим, и ты уйдешь в любой момент. В любой момент абсолютно. И может прийти следующий. Поэтому я считаю, что прайс, когда я вижу смету полторы тысячи за квадрат электрики по полу, я с ума схожу от этого, если честно. Потому что это может работать только действительно в семейной и маленькой компании. Если мы говорим про то, что, ну, как бы это сказать. Короче, это дисциплинирует меня лично. То есть вот я только за прайс, исключительно, опять же, прайс для клиента просто кинуть. Ну, вот просто кинуть, вот прайс. Ну, не знаю, если вдруг он захочет. Но на основании прайса строится смета, понимаешь? Поэтому, ну, это невозможно. Одно без другого не может быть. Но типа я за то, чтобы клиенту дать предварительную смету. А имеет ли он экспертность, чтобы эту смету... Плевать я хотел. Это уже другой вопрос. Потому что ты не для него это делаешь. Можно я тебе покажу восьмиминутное видео? После покажу, да. О том, как мы считаем и откуда мы клиенту называем сумму. Вот я ему назвал предварительную сумму, грубо говоря. И ты увидишь, короче, как мы это делаем. У тебя будет закрыт полосы. В общем, я за смету. За смету. Я за смету. За подробную смету, да. До начала взаимоотношений. Да, вилка. До начала взаимоотношений. Но ты берешь за это деньги. Не бесплатно. Не бесплатно. Никогда в жизни мы не делаем это бесплатно. Когда я делаю это бесплатно, это были проблемы. Всегда ты берешь за это деньги. То есть я беру за это минимум 100 тысяч рублей. То есть за то, что я неделю, или не я, а руководители направлений, неделю сидят, потом РПшники подбивают. То есть, ну, грубо говоря, как есть руководитель направления. То есть, допустим, гипсокартончик. Мы ему кидаем проект. Мы ему кидаем проект. Он смотрит. все в скетчапе. Я тебе прям покажу. Вот. И дальше мы делаем в принципе плюс-минус готовую смету, потому что у нас есть еще предыдущий, как ты говоришь. Мы показываем легко. Вот будет так, так, так. Если у него этого нет, мы говорим, у вас вот этого нет, поэтому вилка. Но будет вот такая. Вы делаете смету уже для вашего клиента, который уже согласен. Да, даже с графиком работа. Нет, стоп, не-не-не, который еще не согласен. Сколько у тебя сейчас объектов? Который еще не согласен. 3, 4. А сколько сметы ты сделал? Все на каждый объект. Все на каждый объект. У меня есть просто прям пошагово, прям по каждому, по каждой нитке. Прям вот до того, как ты начал, то есть ты взял за них деньги? На каждый из этих объектов? Нет, не так, нет, нет. Есть длинные, которые не взял, но в целом, да, алгоритм такой. То есть теперь мы ввели этот алгоритм, да, да. То есть одна всегда берешь деньги за смету. В Москве и вообще, в принципе, в больших городах это и есть лояльность, это и есть... В Ростове, знаешь, как я делал? Я первые 150 тысяч, даже сейчас, я просто 150 тысяч для Ростова, это много, типа 600 тысяч ремонт там стоит, ну, грубо говоря, да? В те времена, да, там, грубо говоря, там какой-то однокомнатной квартиры, вот. Какой нахер однокомнатной квартиры, блин, стоил 250? В смысле, что я говорю? Так вот, ты, короче, ты завозишь материалы, ты делаешь какие-то демонтажные работы, штукатурку ставишь, ставишь маяки, уже штукатурка на объекте, и клиент такой приходит, он такой бах, такой смотрит, такой, типа, нифига себе, короче, ну, типа, я это делал за свой счет уже тогда, потому что тогда я так работал. Сейчас немножко по-другому работаю, вот. Ну, ты считаешь, это правильно? Это мы покупали, я покупал так лояльность. Я сейчас объясню, откуда это было. Как-то раз я рассказывал эту историю, может, где-то в медийке, не знаю, если повторюсь, ну, извините, перемотайте чуть-чуть. Я, короче, утром просыпаюсь от того, что ко мне на счет, вот сейчас я помню, сейчас 600 тысяч пришло, это как раз почему я говорю 600 тысяч, потому что там квартира, ремонт на 600 тысяч. Я посчитал, я посчитал смету, чувак. Какой год это было? Это было, типа, лет так 10, может, даже назад, не помню. Я посчитал смету, предоставил ее. Я посчитал смету и предоставил ее. И мне Сбербанк, тогда у меня там, типа, на счету, там, не знаю, там, 30 тысяч рублей, 20, в хорошие времена, так обычно 700, 700 рублей просто, понимаешь? И мне приходит 600 тысяч с утра. 600, прикинь, за полный, за весь спектр, который я дал смету, он мне просто берет и присылает 600 тысяч с утра. А сразу? Сразу, прикинь, просто 600 тысяч. При этом я с ним два раза виделся, он был по рекомендации от моих клиентов, но я виделся с человеком два раза, то есть один раз, короче, один раз у него на объекте, второй раз в кафе. И он мне, короче, я такой утром просыпаюсь, бум-бум, 600 тысяч. Я такой еще не вставая с кровати, такой раз, я такой, типа, Алексей, знаешь, так раз набрать. Я говорю, слушай, Леха, поймай, вот мне чувак 600 тысяч перечислил, я ему говорю, Леха, вот я такой человек был тогда, я и сейчас, в принципе, такой. Я ему говорю, Леха, а ты людям доверяешь? Он такой, ну, как бы, да. Я говорю, ну, ты, типа, мне 600 тысяч перечислил, он такой, ну, да, все. Я говорю, ну, мне не нужно столько, говорю, ну, типа, это самое. Он говорит, ну, ты, типа, никуда, во-первых, а, не денешься, ну, такая фигня, а, во-вторых, ну, там, типа, ты там, за тебя, там, по своим сказали, ты там ровный, короче. Все, вот он такой при понятиях. Как ты думаешь? Как я себя чувствовал в этот момент? Ну, ты испугался. Я охренел. И как ты думаешь? И как я ему сделал ремонт? Думаю, что неплохо. Очень круто. Дороже, чем он мне заплатил. Гораздо. Гораздо. То есть, ну, грубо говоря, я ему дал такой сервис, которого он не мечтал. То есть, я тут понял, короче. И тут у меня перечислил такой, думаю, блин, да, огонь, короче. Вот. И там у меня прям вспышка осознанности такая была. Я просто я просто, я выхожу, я понимаю, что мы даже не то, что там мусор не вывозили с объекта, ничего, а у меня за последнюю работу деньги на карте. Прикинь. Кто-нибудь испытывал такое, пацаны? Кто испытывал, пишите в комментариях, короче. Ну, прикинь, короче. И я понял. То есть, что, ну, во-первых, а, на основании чего он мне заплатил? Ну, да, мог бы тебе, наверное, чувак тоже кинуть, как бы, деньги. Возможно, это из ряда вон выходящий случай, но для Ростова и для чувака, который занимался, он был бизнесмором, он сейчас, наверное, надеюсь, у него все хорошо, у него кофейный магазин был, вот, и он кофемашины продавал, вот, и он, кстати, тогда поменял мышление, он говорит, у меня 50% заказов, а то и 60% из интернета. И я, типа, охренел, да ну нахер, ты в интернете зарабатываешь, я, типа, там, блогер, там, короче, в общем, ну, я уже тогда снимал видосы, вот. Ну, короче, то есть вот так и произошло, поэтому я исключительно за смету. То есть у меня это давно, это, в смысле, не где-то, понимаешь, в чем прикол? Ты просто, ну, мы же мало друг друга знаем, да, и ты где-то слышал то, все, и ты сопоставил что-то там у себя в голове, что я там где-то что-то говорю, возможно, ты видел меня там с Академия 101, там, или еще где-то, короче, там, что я там что-то там рассказал, понимаешь? Но опять же, не забывай, что то, что ты видишь здесь, и то, что есть в реальности, очень часто искажено. Очень часто искажено. И, возможно, оно немножко не так, то есть, грубо говоря. Мы видим то своим же, я только хочу тебе сказать, да, своим же отношением. То есть, грубо говоря, все, что мы видим здесь, это наш проведущий опыт, который вот был вот там вот, и исходя из него мы делаем вывод, что это, а, это вот так, короче. Исключительно из-за этого, поэтому тут очень сложно делать какие-то вот, ну, короче, смета. Все, окей. Но по итогу, то есть, клиент должен знать стоимость ремонта? Должен знать стоимость ремонта. Конечно. Когда ты ввязываешься, клиент должен знать стоимость ремонта. Конечно. Конечно. То есть, в смысле, я всегда это транслировал, это всегда, везде, на всех своих там каких-то выступлениях или где-то еще. То есть, более того, я на дне строителя в этом году отдал. Даже себе не представляешь. У меня было 200 слайдов о том, что я понял о сфере ремонта и кто-то кирует группы изнутри. Я показал все, я показал все, что я знаю про сферу ремонта. Это был суперчестный такой, суперкрутой спич. Знаешь, зачем я сделал? Про то, что ты говоришь? Про то, чтобы индустрия помолодела. И кто-то меня понял. Были пацаны, у которых губа тряслась, они подходили, обнимали меня, говорили, рувим, бля, это было, типа, охрененно. Типа, спасибо, блин, такой праздник. Они не ожидали. Но это мотивирует. Это когда, у меня такое количество таких отзывов, что просто жесть. Мы в следующем году такую бомбу сделаем, что просто закачаешься. У меня, вот смотри, я такое могу открыть. И такое, вот у меня есть, короче, идеи. Сколько у тебя заметок? В телефоне? Немного. Вот у меня 1300 заметок, чуть больше. И смотри, как это работает. То есть, вот, допустим, идеи. День строителя идеи, смотри. Да. И вот смотри, сколько всего. Это того, что я понял. После этого. Да. Видишь, сколько много. Я, когда ко мне приходит вспышка осознанности, я такой, бах, такой, так. Начать развлекать людей тогда-то. Там весь персонал должен быть, короче. Там организаторы и главные спонсоры. Такие там. Должно быть это там. Марберты. Там еще, еще, еще. Много, много. То есть, огромное количество. То есть, три четвертых экрана с разными информациями. То есть, все, конкурсы в течение того и месяца после, короче. И много, 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 огромное. Меня просто письма люди присылают, понимаешь. Я их, короче, просто себе скриню и делаю. То есть, за бабки, ну, блин, да, как бы бабки есть. Я не могу сказать, что мы в минусе с тобой. Хотя, когда мы ехали на марафон, я, вот сейчас, внимание, мы выехали из Москвы в Питер тремя машинами. То есть, у меня окруженные фургоны, короче, там, то, сё. То есть, целая куча людей. Я еле-еле собрал, представь, там, 27, по-моему, тысяч билет стоил. Что-то такое максималка, да. Что-то около того. Да, 27 тысяч. И мы еле-еле набрали Питер. Еле-еле. Три дня. То есть, первый день мозги, два дня, короче, руки. Да, прям, мы прям руки сделали. Мы прям сделали просто бомбу. Просто там мысли. Мужики взрослые сидели и такие, да, ну, что так можно было. Представь, мы показали, как за 6 минут, пока разгружается материал, мы проектируем потолок и показываем, насколько быстро потом. То есть, за время того, как ты один подвес не туда прибил, это как раз время перебить один подвес. Мы показали, как можно сделать, как спроектировать. Прям тут же на месте, тут же с ними собрали, прикинь. Показали особо, и всё. Короче, то есть, я еле-еле набрал. И я при этом, при всём взял с собой двух операторов, монтажёра, вместе прям. И с ними, то есть, мы снимали контент, и мы выпустили. Вот марафон только закончился. Видеомонтаж — это сложно. Вот Питер только закончился, и я тут же в этот же вечер выпускаю видос. Вот прям вот вообще с отзывами, со всеми делами, что мы, как мы там качнули. Пока мы ехали с Ростова, с Питера в Москву, я был в минус 2 миллиона в тот момент. Минус 2 миллиона, просто вдумайся, короче. То есть, я не брал спонсоров, у меня не было, короче, этих самых, как его, производителей, короче. Вот это всё мы делали исключительно на деньги, исключительно на деньги строителей. Исключительно. То есть, я прям верил в эту идею, прям до последнего топил, что мы, короче, выйдем в плюс. 100 пудов, короче, как минимум. Минус 2 миллиона. Пока я еду, короче, с Питера. В Москву у меня продаётся всё везде, прикинь. Просто всё вот так, фу, короче. И я уже злюсь в Москве, у меня полный зал в Москве. И я злюсь, говорю, а мне все пишут, как попасть там, мы рубим там, то есть, а уже всё. У меня даже зал куплен меньше. На меньше, я говорю, никак. Вот просто никак. Потому что вы в последний день пришли. А в последний день, типа, всё, короче. И у меня поэтому получилось так, что Ростов раскупили, короче. Вообще далеко не ростовчане, даже близко. А все москвичи были, короче, в Сочи. Вот в Сочи просто одни москвичи были. Просто тусили одни москвичи. И были чуваки, которые в Питере были. И, короче, купили ещё билеты и приехали в Сочи. И такие же были в Ростове, короче, которые приехали с Ростова, приехали в Сочи. Вот. Это было очень круто. И поэтому я лично считаю, то есть, ну, блин, ну как... Короче, я не знаю. Я в любом случае думаю, что... Ну, пафосно будет, что мы меняем индустрию. Ну, мы это делаем. Мы это действительно делаем. И не просто на словах. Мы не делаем мероприятия, которые... Ну, мы не делаем мероприятия только из-за денег. Я вижу мероприятия, которые сделаны только из-за денег. Я вижу такие мероприятия. Я их знаю прекрасно. То есть я смотрю. То есть я как бы так думаю, ну, там, типа, ну, ладно. Ну, как бы ничего страшного, окей. И даже хорошо, что это есть. Потому что я кайфую от конкуренции. Я кайфую от того, что есть другие мероприятия. Я кайфую от того, что люди другие собирают. Я единственный в России, кто собирает платные мероприятия. В нашей сфере. Единственный. Я не сделал ни одного бесплатного. И вход приличных бабок стоит. Да, у нас в Краснодаре есть такие вещи. Вот. А, кстати. Ну, теперь, да. А, кстати, по поводу, вот, как же, блин, да ёлки-ка, просто строй форум. Да, да. Раза три, короче, меня туда звали. Я знаю Рому. Рома прикольный чувак. Вот. Но, короче, мы с ним познакомились в... В академии? Нет, нет. Я с Ромой много позже познакомился. Случайно с ним пересекся в... Мы были кэмп дизайнеров, что-то такое там дизайнеры и строители. Такое маленькое-маленькое кулуарное мероприятие, никто не знал. Там, типа, там оно там стоит. Там встретились дизайнеры и строители, короче, вот. За этим самым, как его... Киеметров 400 от... На Волге где-то, короче, там было... Нет, на Волге. А? Нет, нет, нет. В Астрахани другая тема была. Вот. На Волге, короче, и там было такое мероприятие прикольное. Вот. Такое маленькое. И там прям такое душевное-душевное. И я там с ним затусил, короче. Вот прям нормально. Мы там, да, мы сошлись там рэп, баня, короче, кальяны, все такое. В общем. И да, я, короче, туда меня звали просто постоянно. И постоянно зовут. И как бы я даже не знаю, как себя вести. Потому что я думаю, что... Я знаю других, кто делает это мероприятие. И, ну, вот там вот... Ну, что ты думаешь про это мероприятие у вас? Не мой формат. Да, абсолютно. Не мой формат. И... Ну, кому-то это нужно, важно. Да. Но ведь это же круто, что они существуют. Или ты считаешь, они перегревают все равно рынок? Идет смещение ценностей для меня в какой-то момент. Но это не про... Слушай, а ты мне сейчас прям глаза открыл. Для меня, то есть, смотри, я про... Про практику, наверное, да? Про образование, про развитие именно исполнителей. Там формат именно больше управленческий. Не для меня. Вообще не моя история. Ни хорошо, ни плохо, не оцениваю. Просто не мой формат вообще. Он мне не интересен. И я никак себя с ним не связываю. Мне интереснее именно развивать отрасль именно с точки зрения рук. С точки зрения рук. Но ведь руками кто-то должен управлять? Да, но управленцев не нужно много. Согласен. А у нас сейчас идет перегиб. Ну так это же хорошо. Прикинь, что происходит. Знаешь, что происходит? Что все равно... То есть, перегретый рынок, перегретый рынок, он сейчас наобжигается. И сразу станет ясно, кто есть... Рынок переварит, это 100%. Он саморегулирующийся всегда. Если кто-то думает, что он сейчас придет и всех обманет, ни хрена этого не случится никогда. То есть, рынок отрегулирует себя сам все равно. Но при этом, при всем true и тех, кто настоящий, казалось бы, мы станем лучше. Вот я убежден. У меня все не супер гладко, но я знаю точно, что мы делаем продукт. Я могу его показать. Я могу легко прийти, показать. Вот это мой клиент, вот это был мой клиент, вот это мой объект. Это делали мы здесь, это здесь. Вот отзыв, вот еще. И еще пойдемте, я вас с ними познакомлю. Кто много людей может познакомить, людей со своими клиентами. Очень многие там вот взяли деньги, то все, и вообще забыли. И вообще, слава богу, это нахер закончилось. Вот я в другом сегменте работаю, где так не вариант делать. Вообще не вариант. Вот. Как бы хочу в другой. Ну, может быть, хочу. Не знаю. Не знаю. Сложно. Хаос. Мир хаос. Есть такой, да? Не, блин, психологу прихожу. Понимаешь, я хожу психологу. Я в Ростове, если бы сказал, что я хожу в психологу, в Ростове. Понимаешь, при всех моих вот этих понятиях серьезных. Вот там двенашки черные, тонированные там от пола. Все как надо, короче, вот. Ну, как бы, блин. Вот я изменился. Переобулся я с того времени? Нет. Ну, нет. Именно если в этом плане нет. Сто процентов нет. Потому что и сейчас… Переобулся для меня, когда человек ради каких-то своих интересов готов пожертвовать лояльность публики. Аудиторией. Я нет, не готов. Вообще не готов. Вообще. Просто смотри, какая история. Публика у тебя поменяется, как и твое окружение. Как бы ты ни делал. Как только ты… Смотри, что происходит. То есть, я неоднократно это говорил. Ребята, кто же думает, что я буду сейчас показывать штукатурку? Ну, возможно, это будет, но не скоро. То есть, мы… Она будет, но в другом формате. Я готовлю просто бомбу в работе руками. Я убежден, что это лучшее, что будет в России в ближайшее время. Нас невозможно отогнать. У нас слишком огромный бюджет. Административный ресурс будет подключаться? Более так. Ты даже себе не представляешь, на каком уровне. То есть, вот я прям дошел прям до высоко. Вот прям супер высоко. И как бы, ну, и это будет. Но так же самое будет у меня влоги на канале. И все еще. И мы будем делать какие-то там поездки, мастер-классы и прочее. Да, ну, грубо говоря, на таком формате. Но мы переходим в другой формат. Отписывайтесь от меня, все те, кто хотят, чтобы я не могу. То есть, ну, грубо говоря. То есть, когда я ездил на форде или на двенашке и разгружал этот инструмент и показывал, это было честно, потому что это был я. А сейчас я не езжу на форде и двенашке. Ну, я не езжу на форде и двенашке, но объективно. Нет, я иногда езжу на форде. Он у меня до сих пор есть. И я его хрен продам. Потому что это моя история. И на нем ездят каждый день, грубо говоря. Но как бы я езжу на туре на Мерседесе. На своем. Даже не на кредитном. У меня нет ни одного кредита. И многим люди думают, что я обман. Я приехал в Пятигорск. Прикинь, вдумывайся ситуацию. Я приезжаю в Пятигорск. У меня было там выступление перед аудиторией, которая меня вообще не знает. То есть иногда так случается, что я выступаю перед аудиторией, которая меня вообще не знает. Я начинаю говорить. И я понимаю, что пацаны меня классифицируют как просто обманщика. Они меня классифицируют как просто лгуна. Просто как вот просто. И прикинь, у меня заканчивается выступление, а то все. И я понимаю это. Я понимаю это, что мне сложно было пробиться. А представь, я выхожу в Пятигорск. Все ребята с бородой, такие серьезные. Короче, там сидят. А я им тут что-то там, короче, за это самое. Короче, в конце концов. Причем, не буду тему рассказывать. Но, короче, смысл в том. В общем, мы выходим на все строители. Все строители, отопленцы. Прикинь, отопленцы, котельщики, короче, теплотехники, короче, серьезные ребята, короче, вот. Которые котельные, мегаваттные запускают. Ну, разные, короче. Есть и такие, которые там, ну, начинающие, скажем так. Вот. И мы там типа выходим. Я не убежал. Я наоборот, короче. Я с тех, к ним пошел, короче, говорю, пацаны, там, для летополя, они же давай мне, короче, тыкать там, заказывать. Мне понадобилось полтора часа, чтобы они поверили, чтобы они поняли. Мне пришлось доказывать. Мне пришлось показывать, что и как. Показывать сметы. Показывать договоры. Показывать, короче, чуть ли не ПТС от тачек. Короче, и прочее. Расчетный счет в банке. И прочее. То есть мне пришлось показывать. И я, короче, когда я это все сделал, они такие выдохнули, братан, все, поехали, похаваем. Поехали, похаваем. И там они мне говорят, они не верят, что есть ремонты по 50 тысяч. Они не, про сотку, это ты что? У них реально, они делают все под ключ 7-8 тысяч, реально. Вместе с отоплением в домах, прикинь, короче. А я говорю, ну, у меня котельная там, материалы там 1,8 миллиона. Как бы, ну, они не верят. Они просто не верят, просто не верят. И приходилось, когда ты говоришь, ты говоришь, нет, смотри, вот я открываю проект и говорю, вот смотри, у меня в проекте, короче, вот я показываю статью расходов, то себе, показываю ему прайс, показываю ему эти самые, ну, показываю. И он такой, он понимает, что это не фейк, что это, ну, что. А до этого он меня классифицировал как просто, ну, инфо-цыгана, не знаю, обманщика, не знаю, чего, короче. Хотя я вообще не про это рассказывал. Там вообще другая тема у меня была, просто она из меня льется сама собой. И поэтому многие люди считают, то есть аудитория, да, грубо говоря, которая гораздо проще подумать, что я обманываю, чем принять, что действительно так у кого-то есть. Ну, прикинь, то есть, понимаешь? То есть поверить, что кто-то ездит на S-классе, у него там и не один Mercedes, грубо говоря, и он при этом штукатурил вместе с ним рядом, прикинь, вместе с ним рядом. Ему гораздо проще подумать, что я типа обманываю кого-то, что мне там, не знаю, производители на рекламе платье, там, я не знаю, что, понимаешь? Чем, короче, что действительно такое бывает. И все, вот тут вся история. И поэтому кто-то отписывается, кто-то приписывается. Ну, короче, то есть ты, как мы определяем свой-чужой? Каким образом? Когда наше мышление соисходится с другим. То есть, грубо говоря, когда ты, понимаешь, когда-то, когда я там, не знаю, выживал в Ростове, да, и мне было нормально, там, ну, грубо говоря, какие-то там левые схемы, серые, что-то еще. Я так жил, я так рассуждал. Сейчас мне это ушло просто как куда-то. И я даже не понимаю этих людей. То есть я не понимаю уже. Хотя, ну, чуть-чуть, может, понимаю, но не понимаю, как можно там обманывать там или что-то еще. То есть я перешел это, ну, скажем так. Вот. И мне понятны те люди, которые со мной на одном вайпе. То есть они со мной на одной волне, и мы понимаем там, что у нас примерно одинаковый какой-то, возможно, опыт. У нас примерно одинаковое состояние после определенных слов, да, или определенных вещей, которые мы видим, да, и мы одинаково на них реагируем. И мне по кайфу с этими людьми, понимаешь? То есть, и, соответственно, когда у тебя меняется немножко там это самое, у тебя эти люди так поворачиваются, и ты так поворачиваешься вместе с ними, и как бы, ну, вот. А кто-то вот остается там, ну, и, соответственно, возможно, для кого-то я переобулся. Ну, не знаю. Ну, так. Окей. Короче, давай финалить. Что молодым ребятам скажешь? Развивайтесь, учитесь, не стесняйтесь спрашивать. Не учитесь на своих ошибках. Сто пудов учитесь на других. Скачивайте наш чек-мастер. Успех, он уникальный, но ошибки нетипичны, поэтому нужно, изучив все ошибки, то есть вы сократите свой путь к успеху кратно. Все. А успех может быть необязательно в руководящей должности, можно быть успешным плиточником, можно быть успешным маляром. Да. И так далее. Да. И таких примеров очень много. Среди, я просто расскажу то, что у нас в Краснодаре происходит, среди даже парней, с которыми я работаю, у меня, то есть в плане той самой свободы, о которой говорит Рувим, у них свободы, работая руками, у них свободы значительно больше, их финансовое благосостояние значительно выше, чем те люди, которые покупают франшизы и пытаются руководить. Через кредиты еще. Да, да, как сто процентов. Конечно, этот путь гораздо белее, этот путь суперкрутой. Да. Любой человек, который достиг какого-то уровня профессионализма, он становится автоматически эксклюзивным специалистом, и он может диктовать определенные условия. То есть эти условия могут быть как в графике работы, как в условиях труда, как в стоимости и так далее. Поэтому развитие может быть и должно быть в том числе и в ремесле то, чем вы занимаетесь. Не каждому дано, скажем так, управлять, и не каждому нужно управлять. То есть это просто нужно понимать и принять. Вот эти все истории про успешный успех, когда приходите к нам, мы вас научим, как надо делать, это, как правило, обогащение тех людей, которые об этом говорят. И очень мало людей, которые действительно чего-то добиваются посредством вот этого инструмента, которые им дают. Нет волшебной таблетки. Волшебной таблетки нету, да, то есть у каждого все. То есть нужно пройти через какие-то вещи для того, чтобы к чему-то прийти. Не бывает так, что тебе вот просто взяли, рассказали, и ты вот поймал какую-то вспышку осознанности, как говорит Рувим, да, и у тебя все получилось. Случаи, может быть, такие есть, но они единичные. Не всегда это так. Еще момент по поводу то, что меня очень сильно о чем я переживаю внутренне. Это вопрос, опять же, вот этих всех франшиз, которые продаются в строительном рынке. То есть это веяние новое относительно, именно если мы говорим про нашу отрасль, но оно разбодяживает уровень профессионализма среди управленцев. То есть вход, проходной билет, то есть он просто оценивается деньгами, то есть не нужно никакого опыта, не нужно никаких ошибок, там, травм психологических, не знаю, там еще каких-то, для того, чтобы стать хорошим управленцем в сфере строительства и ремонта. Сейчас, то есть тебе нужно просто что? То есть типа желание заплатить деньги, прийти тебе дают инструменты, вот эта вот прайсовая история, то есть я тоже не люблю, когда, то есть человеку не нужно быть мегапрофессиональным и компетентным в своей сфере для того, чтобы заключить договор. Потому что хорошую смету может заключить только профессионал либо команда профессионалов, то есть в общем. И итоговую стоимость, как в моем случае, тоже я считаю, что может заключить только профессионал, потому что я готов взять на себе эти риски, я готов озвучить стоимость, я готов эту стоимость продать в рынке, она выше рынка, это уже другой вопрос. И я, то есть я уверен в себе настолько, что я эти риски готов возложить на себе. Поэтому тут не важно, работаешь ты по смете либо за квадратный метр, важно в том, что именно эти две модели могут быть реализованы только профессионалами. Все остальное, то есть это часто бывает, что посторонние люди приходят на стройку. И это очень плохо. И среди управленцев в том числе. И еще одна проблема, в том числе и среди тех, кто работает руками, вообще вход в профессию, он очень дешевый и простой. Условно для того, чтобы стать маляром, тебе просто нужно пойти купить шпатель за 150 рублей. Или тебе выдадут. И все, ты условно уже маляр. Ты просто забьешь штуку. И теперь в уровне управления, то есть на отрасли управленческой, примерно точно такие же инструменты, просто стоимость чуть выше, но вход тоже очень простой. Я считаю, что это не совсем правильно. Поэтому считаю, что тебе в том числе, как лидеру мнений, нужно транслировать эти ценности, важные моменты, которые... И этим мы занимаемся. Да, которые вот... Которые люди должны принимать и понимать. Самое главное. Почему именно так, а не иначе? Да, но ты же понимаешь, кто смотрит мой подкаст? Твой? Да. Все смотрят? Мастера. Мой подкаст смотрят люди, которые уже в сфере. Я не делал никогда никакого контента. Раньше я делал исключительно для мастеров, теперь я делаю контент немножко шире, но по факту меня смотрят люди, которые уже в сфере. То есть я не делаю контент 10 секретов удачного ремонта. Понимаешь? Я вот такой контент не делаю. То есть я не делаю контент для того, чтобы обогащать себя в качестве... брать заказы, грубо говоря, потому что у меня нормально. Я буду такой контент делать, когда я вот немножко опишу еще больше. Да, 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 да. Возможно. На данный момент, то есть я поэтому и говорю, что... Короче, в общем. Кто-то заходит, мне говорят, я хочу, Рувим, как мне сделать YouTube-канал? Я говорю, да ну, легко берешь и делаешь там. А там вот типа, а что нужно снимать? Я говорю, ну а для кого тебе, что тебе нужно снимать? Для заказчиков. Ну, то есть для клиентов. Он мне сразу говорит, для клиентов. Я говорю, ну то есть ты хочешь получать заказы с помощью медики? Окей. А зачем тогда ты снимаешь, как штукатурить стену? Объясни мне. Кто по-твоему посмотрит твой клиент? Он такой, ну не знаю, ну вот клиенту покажу, то все. Я говорю, не, чувак. И тут у человека начинается вот это вот прозрение. То есть ты ему говоришь, если ты хочешь делать для клиента, просто нанимаешь хороших кого-нибудь, делаешь обзор, если ты честный, если у тебя true, если есть что показать, короче, ты показываешь, что ты сделал, просишь людей это все упаковать, делаешь 4 видео, делаешь неплохой себе сайт, делаешь, и запускаешь на это рекламу, и тебя будет видеть только клиент. Тебе не нужно делать контент для мастеров, который тебе, представляешь, он старается делать, он хочет клиентов, он слабый, среднего уровня мастер, он начинает делать контент для мастеров, они ему там втыкают, и он такой, это не работает, это вообще, что это такое, прикинь, как бы, а он просто не подумал, кто его клиент, с чего он это делает, он просто видел, где-то там делает, кто-то там, короче, вот там у меня есть какие-то там цифры, да, а что эти цифры, ничего не означают, то есть я про что говорю, я не хочу миллион просмотров, я хочу тысячу просмотров, но тысячу тех людей, которые со мной, грубо говоря, там кайфанут, тусанут, это все такое, да, вот, в общем, будем финалить, наверное, сколько мы, часа два, Зияв, сколько мы бахнули, три с половиной часа, охренеть, это самый большой подкаст, не знаю, кто его посмотрит, Зияв будет монтировать, я вспомнил, что я хотел сказать, да давай, про Костю Академика, ну точно, давай, у него была история, что он делал укороченный выпуск, да, и для тех, кто хочет, длинный, да, вот, вот это я хотел сказать, я говорю, когда мы были на середине, примерно, я хотел об этом сказать, что скорее всего нам придется, наверное, что-то такое, не, мы не будем о чем укорачивать, смысла не вижу, кому кайф тот посмотрит, это ты, в смысле, я не собираюсь здесь миллион просмотров собирать, я посмотрю тех, кто досмотрит, тот кайфанет, кто не досмотрит, ну тот не досмотрит, а пацаны за четыре раза смотрят, кто досмотрел, короче, пишите комментарии, я досмотрел, пацаны с пятого раза, короче, я типа кайфанул там, или там, блин, досмотрел, смотрел в дерьмо, Ну, в общем. Все, всем пока. До новых встреч. Люди делай.